Эпик Сити За групповым этапом второго сезона Эпик Лиги, господа Доброго дня Как дела у вас? Рассказывайте Заранее тебя осуждаю, потому что очевидно, что чем дальше в пустыню, чем дальше в пустыне А я хочу сказать, чем жарче в пустыне Это в целом неплохо, но каким образом это противоречит с тем, что я сказал? Потому что нет проблем, нет проблем Так, ну все, возвращай стакан Я считаю, ты на сегодня уже... Тебе уже хватило Да, все Больше метя не наливаем Но ты в хороших кондициях сюда прибыл, я хочу сказать Если ты такие пассажи выдаешь, значит и аналитика сегодня будет отличной Не предикты будут работать Будут работать В каком ты состоянии? Мы неделю практически Состояние четырех дней отсутствия здесь О, и что это были за четыре дня, Митя? Отмечательно, четыре дня Значит, смотри, я просыпался Ну это будет долгая история Но, в общем говоря, я вставал Собирал странные зеленые сферы Брал хлеб Заводил плавильню Ставил туда, закидывал металлолом, чтобы он переплавился Шел, рубил пару деревьев, притаскивал их Потом шел копать могилы Типичный быт дико-западного ковбоя Стандартный, да-да-да После чего долго занимался препарацией, дистилляцией И всем прочим-прочим-прочим Защищал подземель до 15 уровня Убил ведьмака Ну ты понял Ну да Ведьмака? Да-да-да Насыщенный день Я пять дней ждал его, пока он в борделе развлекается, чтобы поймать в ловушку То есть я правильно понимаю, доту ты не смотрел? Смотрел всю О, супер, тогда давайте поговорим У меня же два монитора Два монитора, это удобно Это удобно Я до сих пор еще не пришел к тому, чтобы вторым обзавестись Вот, кстати, Митяй был первым, кто бросил в мой огород камень Сказал, что это ошибка Он говорит, хочу комментировать Говорит, помоги мне Я такой, типа, давай все расскажу Типа, как настроить, как, что сделать и так далее Рассказываю ему Типа, выводишь на вторую моннику Он такой, у меня нет второго монника И все, то есть, понимаешь, сразу крест на человеке Нет ему больше для меня Нет второго монника Обрушилась, возможно, перспективная комментаторская карьера 60-й год, две двойки, два монитора Ну, ладно, окей Значит, есть куда расти Давайте о доте поговорим Ваня, ты смотрел вчерашние игры? Одним глазом Супер, супер Некоторые не одним Надо как раз их обсудить Вчера было три серии Три бест оф три в целом, как и по традиции В рамках групповой этапа, друзья Если вдруг, каким-то мистическим образом Вы не смотрели второй сезон Эпик Лиги до этого То вы не знаете, что групповой этап проводится в формате Раунд Робин Каждый играет с каждым В формате бест оф три Четыре лучшие команды идут сразу в плей-офф первого дивизиона Следующие четыре команды Пятое-восьмое место Попадают в плей-ин Где борются с четырьмя лучшими командами Второго дивизиона За возможность выступить в плей-оффе первого И команды, занимающие последние два места Девятые и десятые Идут сразу в плей-офф второго Ничего не перепутал? Ничего не перепутал Но мог бы добавить Чтобы закончился второй дивизион И мы узнаем четыре команды Которые попадают в плей-ин Это правда Это обсудим еще Вот пока результаты матчей вчерашнего дня Давайте по порядку сверху вниз пойдем. Сразу вопрос к ведущему. А решает ли, выходит ли команда группового этапа с первого или четвертого места? Ну, по-хорошему должно, потому что, мне кажется, там ребята должны будут пассив определять по местам. Просто кто с кем играет. Да, ну, я информацию... Словно первое место второго дивизиона с восьмым местом первое. Давайте смотрите, как поступим. Вы сейчас расскажите мне и людям, что в сериях происходило, а я пока эту информацию порваю. Судя по вчерашнему дню, Nigma — СНГ. Это во-первых. Почему? Потому что Na'Vi 2.0, Virtus.pro 2.0, Nigma 2.1. Не СНГ, но ближе. Еще викинги. Ну да, RMM, куроки, наши парни все. Куроки, помидор. Во-первых. Во-вторых, смотри, как это вчера было. 2.0 вообще легчайшее для Na'Vi. 2.0 вообще легчайшее для Virtus.pro, там они буквально за час играл в времени справились. Это просто за чили, но это не отменяет. Там Фурион Ландруид приходит на ленинг Timbersoa, как бы, заиграть чем по кайфу. Мы уже вышли в плей-офф, извините. Вот. И отличная серия Masi, как говорится, на ютубчике прям сразу вот кому лениво после наших трансляций смотреть ReCast, ReCup и все прочее. Просто посмотрите вчерашнюю серию Нигма и Викинг. Это просто бомбезно было. Все три карты. Я думал, ты сейчас скажешь посмотреть серию на Натсус, Винцер, Матголемс. Да, не, на счет нас, смотри, типа... Не, ну это такая серия, знаешь, ты просто заходишь, чтобы меду попить. Милан. И все. Ты смотришь и рано. Там были хорошие драки. Вчера, вчера, вот, что первое, что третье... Что первое, что третье, это Na'Vi и Virtus.pro, это Геракл. А их соперники, это конюшни. Ух ты. И они просто их быстренько вынесли. Открыли русло, реки, промыли и пошли по своим делам. Какая прекрасная аналогия. Единственное, что ее бы на предыдущем нашем стилизованном турнире хорошо было бы привести. Чуть более уместно, на мой взгляд. А легенды Дикого Запада есть у нас какие-нибудь? Большой Джо, Долговязый. Да, именно она. Давайте посмотрим нереально крутые моменты вчерашнего игрового дня. Собственно, что это за моменты такие, расскажу, пока мы не начали их смотреть. Ну, сначала посмотрим, потом расскажу. Так и быть. Na'Vi против Матголемс. Первая серия. На второй карте очередной замес, в котором Na'Vi выиграли. Просто здесь они сделали это особенно красиво. Надо сказать, что серия в принципе не была напряженной, несмотря на счет Na'Vi. И там, и там достаточно оперативно справились с соперниками. В игре было достаточно драк. Ну да. Мне больше первая карта понравилась. Да, первая со Свеном, Энигмой. Да, блокхольчики. Там, грубо говоря, на нижнем тир-1 были просто бесконечные. Фантомка 3, Свен 6, типа, вот старт игры, там уже сишь и думаешь, сейчас что-то будет. Плюс Висп, которого для Роджера достали, которого до этого особо не светили. Он, типа, у него был еще со времен Виртус Про, просто как-то в этой команде не брали. Кстати, правда, да. Это типа того, да. Просто как-то Свиспом должен уметь не только игрок играть, а вся команда. Да, вся команда понимает, что делать. И в итоге у них вчера все получилось. И этот вот Свен, причем самый сок, это что Энигма там собралась, что угодно. У Свена Эбисел. Последняя драка там на нижней стороне блохолит этого Свена. И рядом стоит пешком Слардар, не попавший в блохол, просто с ударом сбивает едем, потому что башня осталась. О, красиво, красиво. Вторая серия. Энигма против викингов. Действительно, вчерашняя главная серия. Если я оцениваюсь с точки зрения качества игры, напряженности событий происходящих, вот здесь... Вот, красивый РП, красивый колл, тут все красиво. Да-да-да. А что произошло вообще такое? Расскажите мне, почему у нас акса так много вчера было? Что-то ничего не предвещало абсолютно, мне кажется. Не знаю. Возможно, просто потому, что посмотрели на игру «Евол Субмарин». Сильно-сильно. Я думаю, больше на 7 посмотрели. Ну, не знаю, у тебя команда с 2-го дивизиона откатала 8-1, и там коллапс на этом аксе. Но, по-моему, если мне память не изменяет, во всех играх был «Акс плюс Лина». Да, похоже на то. Да, это просто один из самых сильных лайнов сейчас, я думаю. Понимаете, что происходит? Команды 1-го дивизиона учатся у «Евол Субмарин». Важный момент. В первой карте был не «Акс плюс Лина», а был «Акс плюс Энигма». А, еще «Акс» Рубик, помню, был. В итоге «Акс» 1300 у него было голды, там, на 10-й минуте, и он ничего не мог делать. Ну, ты понял. Короче, совсем был плот. Ну, «Акс» он такой. Типа, у него может очень хорошо пойти, а может и не пойти. Может, но очень редко у тебя идет хорошо, когда ты «Акс» против «ВД плюс 1», и они вообще ничего не делают. Это первый момент. Второй, что ты еще хотел сказать? Ну, ты пока вспоминай, а мы третий момент посмотрим. Это серия, получается, «ВП против Сикрет». Быстрая серия такая получилась достаточно. Я как раз уже расположился, казалось бы, собирался ее посмотреть, а тут вдруг взгляд отвел, а серия уже закончилась 2-0. На самом деле, очень странная драка, то, что Абадон отъехал просто в секунду, и у него не было ульты. Ты отдаешь по «Фантомку». И в моем предположении было то, что «Сикрет» выигрывает 2 серии, потом одну просто ее сливают, потому что это было показное в матче со «Джи». Они проиграли 2-0, просто взяв какую-то фигню. И сейчас «Виртус Про», потому что драфты были не ахти какие хорошие. И игра тоже. То, что если посмотреть на эту драку, то там у Абадона просто не было ульты. Он подставляется, а у него ульты нет. И он просто умирает в драке. Ну что это такое? Я вспомнил, что хотел сказать, по второй серии как раз. Там момент, где вот «Вайпер» в той самой карте выходит в центр, его там в три героя как-то убивают, причем «Манча» в каком-то время просто разворачивается, и вот фидит у него. Я такой думаю, ну ладно, бывает. Вот еще «Вайпер» на ногах, идет на руну, чекает руну, и возвращается, убивает «Дум» просто. То есть стоит «Дум», поднимается, набравшись «Хайграунд», «Вайпер» такой с спинной, да. Очень медленно, «Ман-280» в своему спину там выезжает. «Дум» такой тип. «О, «Вайпер» здорово! Ультимейн, три плевка, до свидания в таверне». Чего ждал, куда ждал, почему телепортно? Вообще, я вообще просто был в шоке с того, как играют «Манголиумы». Прекрасно, прекрасно. Ну, они заслуженно таким образом по итогам этих серий сейчас чуть ли не последнее место занимают, но это все дело мы обсудим. Последнее. У них потому что типа 7 карт выиграно, а у второго и третьего с конца 8 карт. Справедливо. Мы посмотрели с вами ненормально крутые моменты, друзья, и самый ненормально крутой из них есть возможность выбрать именно у вас. Как это сделать в нашем сообществе в социальной сети ВКонтакте? Dota2.ruhub в течение всего этого дня будет проходить голосование, в котором вы можете принять участие. Собственно, просто заходите, выбирайте тот момент, который кажется вам самым ненормально крутым, и мы в конце дня подведем итоги и посмотрим, какой же момент вы выбрали. Эту рубрику, кстати, мы приготовили для вас вместе с нашим партнером ненормально быстрым мобильным интернетом от Мегафон. Пока далеко не ушли, еще хотел вам напомнить, что у нас продолжается охота за головами. У нас вчера, насколько я понимаю, впервые за время турнира один и тот же игрок был выставлен второй раз на контракт. И иронично то, что два контракта с Киттера, во-первых, оба закрыты в тот же день, в который он был выставлен, стоят в совокупности меньше, чем, мне кажется, все остальные, кроме разве что... Все остальные. Чем все остальные, да. Это просто прекрасно. В общем, если вдруг не в курсе, как это работает, мы ведем криминальную историю нашего городка, по итогам которой определим двух самых полезных игроков нашего турнира. Один это будет тот, который закроет контрактов на наибольшую сумму, а второй это будет тот, кого мы на контракт выставим чаще всех. Судя по всему, это будет Скиттер, это будет что-то вроде утешительного приза, потому что я не знаю, как иначе это интерпретировать. Собственно, вы сейчас в голосовании, которое будет проходить в чате Отвеча, можете выбрать шерифа сегодняшнего дня. Выбираем из вот этих двух прекрасных господ, быстроногого Броуди и любвеобильного Луи, Митя и Иван Скоро. Голосование, мы подведем итоги этого голосования буквально спустя 10 примерно минут, и наш сегодняшний шериф выставит очередного игрока на контракт, который посмотрим, будет закрыт сегодня или нет. Из открытых контрактов, кстати, у нас походу только GH остается. Если будет Митя, то там будет третий Скиттер, остановите его сейчас в тот чат, пожалуйста. Никогда в жизни Скиттер не поставлю, ты чё? Ну, чисто уже заценник в районе 5000 долларов, мне кажется. У нас такого нет. Веселье ради. Я потому, что 12-го у нас только потому, что Смайл сказал, что 2 из твоих добавит. Да, да, да. Нормально. По поводу ещё вчерашнего матча, что ВП выиграли, они, по идее, и Викинги гарантировали себе верхнюю сетку. Да. Это, кстати, первое-второе место. Справедливое замечание. Действительно, как бы серии для этих двух команд не сложились, они уже будут играть в верхней сетке. Вот таблица группового этапа у нас. Викинги и Виртус Про делят первые строчки. Тем не менее, матчи свои оставшиеся они ещё проведут. Викинги сегодня, Виртус Про тоже сегодня. Викингам не так обязательно побеждать. Так как и ВП, в принципе? Ну да. Ну да, то есть там как-то посчиталось, что в итоге там может быть 4 команды на 18, но 5 команд на 18 забыть не может, но и ТП, короче говоря, там. Всё предрешено. Всё верно. И вот нижняя часть таблицы группового этапа здесь на самом деле всё наиболее интересно, поскольку много команд, которые здесь находятся, будут сегодня играть и решать свою судьбу. Как видите сейчас, и Матголемс, и Альянс, и Джастеррер делят последние строки с 8 по 10. У всех равный счёт, и у всех сохраняется теоретический шанс на выход в нижнюю сетку. Вернее, не в нижнюю сетку, а в плей-ин. Так, знаешь, как это выглядит? Нави борются за плей-офф, тем не менее, как это борется за плей-ин, а Альянс вообще за свою жизнь борется, поэтому у всех трёх матчах будет битва за что-то. Альянс борется и борется за сохранение состава, может быть, может быть, за сохранение контрактов с организацией. Я не знаю, за что ребята борются. В общем, у них непростая ситуация. Последние волосы лоды. Да, и это тоже. Последние волосы лоды. И это тоже. С бороды так точно. Ладно, в общем, игры-то мы сегодня с вами ещё обязательно посмотрим и успеем всё обсудить. А пока что у нас есть одна небольшая другая игра, не дота, но тоже интересная, в которую предлагаю вам вместе с нами сейчас и поиграть. Называется она Take Me Home Country Roads. Мы приготовили для вас пять игроков и пять бывших команд этих игроков, за которые они когда-либо выступали. И также у нас есть факты либо об этих игроках, либо о их бывших командах. И нам надо сопоставить с вами одно с другим. Итак, у нас есть пять игроков. Вы их видите на экране. Zai, Koiqua, Notale, V33 и 33. И есть логотипы команд, в которых каждый из них когда-либо играл. Сопоставление однозначно. То есть вполне возможно, что какой-то игрок играл за одну и за другую команду, но сопоставить мы должны с вами бум однозначно. После этого прочитаем факты, перейдём к ним. Давайте с игроков из команд начнём. Я бы сразу про HellRaisers подумал, потому что какой из этих игроков играл в HellRaisers? А есть у тебя варианты? Ну, либо 33. А стоп, вопрос такой. Как с тендином или на официальной основе? Может быть с тендином. Любой мог поиграть. Давай я тебе так скажу. Тот игрок, который играл за HellRaisers, проиграл там больше трёх месяцев. Это достойный срок, даже если он был стендином. Ну, есть один вариант, на мой взгляд, достаточно очевидный. Но Виха — это пейнтгейминг. Виха — это пейнтгейминг. Здесь всё чётко. Есть? Есть. Да, это вариант. Я просто сказал, что вроде как заевнипак был какое-то время. Я ему не мог быть уверен на это на 100%, но вроде как. Ну, сейчас проверим. Если в канате появится, значит, ты прав. Если нет, то нет. Зай, мне кажется, играл с PPD за оптик гейминг. А вот это уже ближе только яснение, да. Ну, опять же, видишь, он сказал, что несколько мог совпадать. Просто типа... Изи, изи. Просто не повозь, кто-то другой играл. Ну, ты оправдывайся. Кто-то не играл за EFC. Давай, давай помогаем. У вас Cloud9 первая команда. Неужели думать приходится? Да. Я не вижу здесь... Где Eternal, а Envy? А, ну, удивительно. Eternal, а Envy всегда в Cloud9. Envy, давай так, Envy на Эпике не играет у нас с тобой. Правильно? А эти все играют, ребята. Хорошо, ладно. Мы со своими парнями выигрываем. Остался Квойква и 33-й. Да, ну, один за одних, другой за других. Ну, Квойква не пы? Нет? 33-й. Давай так, ты можешь сказать одно, я скажу другое, мы угадаем и быстренько закроем. Ну, ты как говоришь? У меня есть все равно 3-0, поэтому... Давай я 33-й. Мне просто хочется, чтобы Митяй вообще ничего не угадал сейчас, и поэтому я спрашиваю тебя сначала. 33-й НИПы? Нет. Ты был так близок, Ваня. Легкая. 33-й. HR. Наш друг в НИПах. Да, именно так. Так самое главное, я сказал сначала правильно, потом он сказал наоборот, и ты мне такой говоришь, такой, ты понимаешь, как нужно сказать. Ну, да, да. Ладно, ну, смотрим дальше. Значит, тут уже факты, они могут относиться либо к команде, либо к игроку, который привязан к этой команде. Одно из двух. Первый факт. Он сыграл 2073 официальных матча за карьеру и имеет винрейт 61,5%. Очень хороший винрейт. Да, но это очень похоже на Нотелло, если честно. Просто потому, что все остальные, ну, то есть... Слишком много матчей сыграл. Ну, смотри, то есть 33-й мало сыграл, в любом случае. Ну, а Зай? Зай может быть, но, наоборот, перерыв, помнишь, на школу. И смотри, вот я сейчас, допустим, на этом турнире ты должен сыграть 10 только в групповом этапе, а в те времена, когда Зай вот был, молотка, скажешь так, горячий, когда с папой ездил на Ланы, тогда было 3 матча... С папой? Да, ему не было 18, и он, типа, катался, типа, с... На Дримхаке. И тогда у тебя было, ну, вот, условно, Дримхак, те же 10 матчей, но раз в 5 месяцев. Поэтому вряд ли у него много. Не, ну, это же онлайн-матч тоже считается. Да, могли быть и квалификации. Ну, хорошо, это, на самом деле, не самый трудный факт, давайте по остальным пройдемся, может быть, там что-то понятнее будет. На своих стримах этот игрок... Все, 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 второй Зай. Второй Зай. Вообще не думай, Зай. А откуда знаешь? На стримах Зай или Зай? Ну, я слойду, конечно. Ничего себе, ты жесткий. Ну, это правда, это все так и есть, действительно. Этот вопрос решен. Хорошая музыка у человека на трансляции. Первый получается, Нотейл. Ну, если канатик появится, то да. Это правда. Это Нотейл. Это было легко. Да, закрываете неплохо. Идем дальше. Его отец был профессиональным футболистом и выступал за сирийскую национальную сборную. Ну, самый ближний из этих игроков... Хотя нет, может, еще 33-й может быть. Ой, В33-й может быть. Сейчас, секунду. Есть предложение, третье пока оставить на потом. Давай. Потому что четвертый выглядит, да, более, скажем так, более простой. Именно в этой команде. В этой команде играли два известных ныне стримера в СНГ, один из которых решил поменять Доту на более азартную дисциплину. Хэлл Рейзерс, конечно же. Это Ашеры, да? Да, да. Здесь это легкий факт. Это Адреты, Алоха. Да, 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 и так далее. Последний факт. Эта команда ни разу за все время существования тега не использовала в своих пиках пуджа в официальных матчах. Это тяжелый факт. Его, мне кажется, по отстаточному принципу можно уже добирать. Да, фиг его, да, сейчас. Ну, давай так. Его отец был профессиональным футболистом и заставал за сирийскую национальную сборную. Ну, ближе всего к сирии находится 33-й. А с ним мы уже сопоставили. У тебя остались варианты... А, подожди, да. У тебя остались варианты Койква и Б3-3. Виха, Виха, Виха. Все-таки Виха. У него, да. Ну да, на самом деле так и есть. Любопытный факт, кстати, я этого о нем не знал. И получается, по отстаточному принципу, Койква, игравший за NIP, которые, в свою очередь, ни разу не пикали пуджа. Странно. ППД вроде бы. Поэтому они вылетели из всех шансов попасть в первый дивизион. И, более того, распустили состав по Dota 2. Все, это еще, кстати, одна организация, которая отказалась от состава. Неплохо. Неплохо. А Шерри сделали заявление, что не бросают Dota, будут искать состав чуть попозже. Да, ну, всем бы хорошо чуть попозже что-то начать делать, но время идет, а Dota-то должна существовать как-то. Ладно, я думаю, как мы с вами дальше можем поступить? Можем в целом и в следующую игру поиграть, я так подозреваю. Угадай, какие команды были заинвачить на следующий турнир из этих вот 10, которые здесь есть. Кто 2, которые не поехали дальше? Очень сложная постановка вопроса. Смотри, у нас сейчас турнир, в котором 10 команд. Так. Числа с 15-го, с 14-го будет следующий турнир, в котором будет 8 команд. Все 8 сейчас в первом дивизионе, кто 2 неприглашенных? И здесь присутствующих? Вот у нас есть 10 команд на этом турнире. Ёлки-палки. В первом дивизионе. И в следующем будет 8 команд. Я готовил игры для вас. Кто бы мне сказал, что ты еще какие-то вопросы приготовил? Что за жесткач? Я не могу подсказывать. Ну, нет, смотри, давай. Just Terror меня пригласили. Пригласили. Ёлки-палки. Это же кого тогда не пригласили? И Na'Vi, и VP. Так это турнир от кого? YesForce? TrueHUB? Dotapeed вроде. Это Dotapeed, да. Ну, второй самый очевидный вариант Матголемс? Вроде пригласили. На самом деле... Кошмар. Все, я не играю в твои игры. Что за шляпы? Ты почти всех угадал сразу. Сикрет, ОГЭ, там все дела. Их не пригласили. Пригласили. А, ну а кого нет? Ну, оставшиеся кто там трясутся. Я его не помню. То есть ты не помнишь? Похоже, что их не пригласили. То есть он скинул вопрос. Ты понимаешь? Мы ответили, он сказал, что это неправильно. А теперь он сам сомневается в том, что правильные люди. Я думал, вы знаете, парни. Отыгрывается. Ты таблетки свои выпил сегодня, Митя? Да, да, да. Но и с дурками. Я не знаю. Так, ну ладно, что я не знаю. Голоса в голове молчат. Наверное, можем попробовать в следующую игру сыграть. Она называется Вой Койота. В рамках этой игры мы с вами будем слушать игровые моменты доты. Слушать, не смотреть. Наша задача по звуку понять, что в этом моменте происходило. И если мы после этого еще сможем вспомнить, в какой игре был этот момент, то это будет вообще пушка страшная. Но давайте послушаем первый. Я знаю, что это за игра. Ты погоди. Пирокоптер, кентавр, сикер, ОД. Воид, Омни Найт, Блотсикер. Ты говорил, да. Это сикер против кого-то там. Это сикер против команды ООГ. Уверен. Сикер правда, но не против ООГ. Не против ОГ, потому что за ней там была игра, где как раз Кизай был на кентавре. А это на репите? Не, я так понимаю, момент все еще идет. Там долгая драка была. Это была очень долгая драка. Это была самая долгая драка той игры. Там был ОД, если это чем-то поможет. Уверсокар, что это драка, в которой ОД сначала прилетел под хайграунд, спрятал человека, потом у него закинули еще этот антипульти-сикер, его откатили, там он умер. Там он ракетный гирокоптер выиграли. Эту игру секрет выиграли. По-моему, да. Да, да. Просто по гире еще. Я бы сказал, что это какие-то лейквиды. Я не уверен. Нет, это была игра. Да, я вспомнил, там ОД был против гирокоптера в миде. Да. Только кто взял гирокоптера в мид? Ну, не одна команда на турнире, которая была гирокоптера в мид. Нет, но это было совсем недавно. Да, недавно, достаточно. Прошлая неделя. Да, сейчас. Ну, давайте гирокоптера в мид. Кто гирокоптера в мид ставит? Ликвид и Лайонс. Ликвид в гирокоптера в мид ставят только ОД. Кто поставил блудстикера? Смотри, у нас Виха играет на гирокоптере, два раза, по-моему, бегал. И ребята какие-нибудь Матголемы сделали. А, это Нигмы и были, по-моему. Поэтому либо-либо. Это были Нигмы, да, все правильно. Сикрет против Нигмы. Хорошая карта была. И момент в целом тоже достойный. Почему их так поставили, если Сикрет были за Радиент? А какая разница? Придрался ты, смотри. Какой ты еще недотошный, вообще кошмак. А что они? Страшные чувства. А что они? Как Валорант транслирует, так они, значит, первые. А как нормально сделают, так и вторые. Ну да, да. Собственно, вот он этот момент. Хорошая драка была. Я по другую драку подумал, но Сикрет не всегда хорошая. Это была самая долгая драка вообще той серии, надо сказать. И это не отменяет в целом факта, что Сикрет в этой серии себя хорошо чувствуется. Я знаю, лайфхак, если будет три звука байбэка и восемь смертей, то это будет хорошая подсказка. То это была недавно драка, да, игра. Это ужасное было, он сейчас поставит Хрону, там никуда вроде как. А, нет, Хрон был-то уже. Я бы не его тут. На миде там попил, героя побил. Просто была такая же игра. Тут было две драки, давай так, тут было две драки в этой игре в миде. После момента где-то типа так вот зашел, поставил Хрону и ничего не сделал. Ну вот то, что там ОД. Сложно против ОД на воде играть. Нет, поставил, чтобы бежать, и в итоге не убежал. Ну тут да, тут при всем при этом... Сыр. ОД, по-моему, еще и выживет здесь. Хоть его и... На втором заходе Зай подбежит справа. Скай. И это будет как бы конечный. Мы все это слушали-слушали, видим такой долгий момент, что мы точно поняли, что это, так как это первая нарезка. Да, 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 внимайте. Нет, ну тут вот, тут да, тут двух коров убили, и после этого Сикерт пошли игру выиграли. Одна из последних драк той серии была, на самом-то деле. Звуки природы. Да, да, звуки природы. Дикого животного мира. Злоты-2. Как-то так. Да, второй момент, давайте послушаем, что было там. Ракет, флака. Бенги, дрова. Дрова. Ю. Лина. Дес профит. Бай-бай. Первый. Первый. Арена Марса, нет? Да, Арена Марса. Вайпер. Значит, что угодно может быть. Вот это был ключевой звук. Клок вверх. Это где Клок? В троих влетел. У него были Слайвстилер, Драка на Рошане. Кто у нас там красава играл? А, Сейв. Сейв на Клоке играл. Сейв против кого-то. Против кого? Надо сейчас вспомнить. С кем у них был, опять же, не Сэрдов на матч на той неделе, мне кажется. Ж. Или все, стоп, все, все, они играли. Все, мне кажется, эту серию 2-1 проиграли. Это был день, когда, типа, все тресная команда проиграли в своей серии. Это была хорошая серия. Была хорошая. Которая нам пару рекордов на турнире подарила. Я понял. Это был в тот день, когда меня не было. Здорово, Иван. Замечательно. Ну нет, ну Ваня оправдание нашел, теперь работай. Так нет, я там был, просто с кем они могли играть тогда. Вот что, вопрос. Они, типа, проиграли? В воскресенье трансляция же... Есть серию? Серию они проиграли, мне кажется. А, значит, это было в прошлом воскресенье. Нет, серию-то они, по-моему, не проиграли, но... Ну, рекордная серия во всех отношениях. Кто ж помнит-то? Ну, кто? Против Na'Vi. Против Na'Vi, молодец, все. Не первый же день работаешь, должен понимать. Вот, видишь, тут ВП Na'Vi правильно поставили, все. Можем и момент, кстати, посмотреть, потому что действительно был хороший момент. Сейв в тот день на Клокверке здорово отыграл. И серия получилась эпичной, друзья. Если вдруг не смотрели, не уверен, маст-си не маст-си, но на ютубе на нашем повторы найдите обязательно и гляньте. Потому что, во-первых, вторая карта, 70 минут чистейшего кайфа. Там ГПК неплохо на Зевсе раздал. Вот, по-моему, кстати, даже в этой карте как раз это произошло. Рекорд поставил по урону. Я думаю, драк был довольно дорастся, потому что опять генерал нашел Зевса. Да-да-да. Ну, это последний драк, когда у него это получилось. Ну, он все время его там искал. И вот до драки он все время его находил, все время поэтому и ВП. Сильно лидируя, не могли выигрывать, даже отдали кучу денег. То есть там даже... А они потом закинули. Это та игра, которая жила на 15-й закончен, на 25-й там, в край. Но в итоге они сильно закинули из-за генерала, который ловил Зевса. То есть, получается, из-за ГПК, но потом он собрался. То есть он сделал хорошо сначала, а потом происходило плохо. Да-да, ну то, что ты, условно, набрал стриг, отдал вражескому кору. То есть вот так это было. Вот, и потом, вот в этом файте он последний раз умер, и дальше все время обахал рефрешера. Гоним, вот этот Зевс и дела. Очень крепкий был. Да, и серия хорошая. Когда мы сначала прослушивали их, сначала показалось, что это Викинджи играют, а не команды Виртуг. А что послужило поводом? Ну, Дровка, Венга, Деспрофит, Марс. А, ну вся эта грязь, да? Да-да, это их репертуар. Они Марс редко берут. Это правда, это правда. Ну, брали? Ну, да, но редко. Ну, неплохо, с первыми двумя моментами вы справились, и у нас есть третий и заключительный, третий Вой Койота. Он, кстати, это не такой очевидный, как мне кажется, как первые два, но давайте послушаем, может быть, и с ним справитесь. Это ОГ, да-да-да. Тааст Вен еще где-то в виде должен стоять. Пускар. Да, это точно, это ОГС Сикрет. Ёлки-палки, жесткие-то какие, даже досушивать не стали. У нас просто Силенсер, два, две команды брали, типа, и Т3 из четырех условных появлений, это были ОГС. Это причем драка, мне кажется, у Рейдин в тройке, Бриска-тройке, который рядом с Мидом, там, где еще все Сикрет умерли на Минайт Пульсе Энигмы. По-моему, так и есть. Собственно, сейчас мы проверим, так оно было или нет, когда нам повтор включат, момент посмотрим. Такой мой Тускар, и Тренд вообще был, по-моему, еще нет. Мы догадались, может звук вырубать? Да, да, сейчас. Ждем. Но, надо сказать, с Войм Койота вы неплохо справились. В целом, так же, как и с предыдущей игрой, видно, к эфиру готовились, ребятки. Вот он, этот момент, действительно, серию выбрал по принципу. Герои тут не самые обычные были. И у тех, и у других. Тренд какой-то не очень частый. Луна от Сикрет. Бывает и такое. Пингвинчик их выдал сразу. Пингвинчик? Ну, вылетающий у Шарды вот Ускара. Смотри, на Синий Танцпол на Сикрет заходит, смотрите. Да, да, да. Тот случай, когда Блэк Холла Себа получился неплохим. Самое главное, Синий Танцпол еще лежит, а Матумба Мэн заходит туда. Получает 100, 0, тут Рунта и умирает. Матумба в этой карте вообще вот играл, как, я не знаю, то есть, как Виха. Тут просто нет идей. Комплимент ли это? Это определенно, потому что вот то, как он делал эту луну, это то, почему они карту проиграли, собственно. То есть, если бы он просто стоял АФК на базе, либо купил просто Аганин на 4200 и больше ничего не делал, они бы закончат Уирус и его пользуют. А то, что он ворвался, влетал, у него там была где-то третья или четвертая смерть уже прям по порядочку, одна за другой. Но вначале у них все неплохо в этой карте было, кстати. Да, потом Матумба пошел. Там же перед этим был файт, где они шли около Т1 вышки Дайер в центре. Команда что-то на смаке шла, Матумба такой развернулся и пошел в толпу. Один во всех умер. Типа, файт начался с того, что у тебя минус керри. А у них, кроме этого керри, никого не мог, кто урон наносил. Да, ну это была одна из тех двух серий, которую Сикрет проиграли. Бывает и такое. С играми мы на сегодня закончили, а вот для вас, друзья, еще одна игра замечательная продолжается. Играть в нее вы можете в нашем сообществе ВКонтакте, Дота 2.рухаб, все там же. Вы знаете, о чем речь. Игра эта называется «Золотая лихорадка». В рамках этой игры вам в преддверии каждого дня до начала игр надо выбрать команду, которая, на ваш взгляд, принесет вам наибольшее количество золота из своей золоторудной шахты, если хотите. Как они это золото фармят? Ребята играют все свои игры, копят совокупный NetWars, и этот NetWars делится потом на всех, кто выбрал эту команду из наших зрителей и подписчиков нашего паблика ВК. Поэтому вам надо выбрать ту команду, которая, на ваш взгляд, нафармит больше всех, и которую другие участники игры выберут в наименьших количествах. То есть выбираете такую команду, тыкайте кнопочку «Вопроси», и по итогам турнира мы определим пять победителей, которые получат подарки от нашей студии. Если бы вы играли в эту игру, какую команду выбирали вы сегодня? Чтобы люди поменьше выбрали, меньше делиться нужно было. Да, ну да, да. Неплохо. За Na'Vi много болеет. На Na'Vi WP много будет, очевидно. Nygma тоже, наверное, глупо будет ставить. То есть кого-то из проигравших. Из проигравших и с корейшим голем. Ну, мы отголимся, да, либо... Ну, сложный момент. Я Альянс. Альянсов выбираешь. Неплохо. Ну, это, кстати, хороший выбор, действительно, потому что я так посмотрел, люди в ВК не очень обильно их выбирают, действительно. И вот она, вагонетка инмейта. На самом деле, Лайенсы очень сильно хотят, так сказать, выиграть, когда как Virtus.pro не особо. Не особо? Ну, их выбирает много народу. Их не очень выгодно выбрать. Суть не то, что они выбирают или проиграют, потому что у тебя должен быть нетерс у команды. Да. То есть игра должна быть долгая. А там она может быть, как раз в связи с тем, что ВП могут не хотеть, а Альянс хотеть. Да, все именно так. Мне пришла... Ну, Лайенс тоже могут поформить, на самом деле. Ну, Альянс... Ты тоже Алька выиграет? Я соглашусь, да. Ух ты, мнения сошлись. Ну, вы можете учесть мнение посетителей нашего салона, а можете иметь свое в целом. Просто заходите в ВК и тыкайте кнопочку вопросов. Ну, смотри, у Альянса же две вагонетки в шахте. А-а-а. Может быть, и ты свою докинешь? Вагонеточку? А давай до кучи. Съездим и моей вагонеткой в шахту команды Alliance. Почему бы и нет? К Артему ФНГ в гости, так сказать. Да. Собственно, друзья, тыкайте, не стесняйтесь. Ни к чему эта игра вас не обязывает, зато можете выиграть крутые призы. Почему бы и нет? У нас известен шериф сегодняшнего дня. Ваня, дорогой, отдыхай. Можешь быть спокоен. Можешь... Чат. Не, нормально. Абсолютно легко и вольготно себя чувствовать. Заказывай, если вдруг еще что-то попить захочешь. Митяй, дорогой. Чат меня подвел сегодня. Придется... А ты их агитировал? Отденье только правильно, молю тебя. Придется работать. Работать. Ну, давай. Кого будем на контракт выдвигать сегодня? Слушай, тут надо-то думать. Я-то надеялся, что сегодня будет какой-нибудь смайл со мной. А, ишь ты какой. И не нужно будет ничего делать. Типа, тут, получается, надо думать. Ну, давай смотри. Очевидно, смотри. То есть у нас были шерифы, которые очень плохо к своей работе относятся. Поэтому делают те самые легкие заказы. Так. Как вчера, допустим. Даша, да, была шерифом? Даша. Ну, у Даши, надо сказать, был креативный подход. Креативный подход, да. Она решила дать второй шанс. Да, да, ну, нет, забей, типа, ну, ноль шансов было. Ну, вот, типа, нет смысла давать легкий контракт. То есть нужен сложный. Давай. При этом он должен быть сложный, но интересный. То есть возможность. Можешь поставить Джаши второго, там, типа, пусть он поставит. Краски Вертонского Альянс. Вот, у нас есть матчи, опять же, ВП Альянс, Викинг и Геннави, там, все дела. Да. Вот, и смотри, значит. Давай попробуем поставить Витюна. Витюна. О, как. Витюна, да, за сороковник. А его у нас не было, насколько я помню, еще, да? Его у нас не было. Он закрывал контракты. Да, да, да. Вот он, как раз, кстати говоря, скитер это вчера и закрыл. Поэтому неплохой повод, я считаю, его на контракт поставить. Какую сумму? Сорок. Сорок. Сорокет, ничего себе. То есть Витюн выше ГПК? Ну, давай так, в своей команде он лучший. Вот как. Определенно. А ГПК один из. Окей. Слово шерифа сказано. Ждем контракт Витюна на сумму сорок тысяч. И пока ждем, друзья, я еще об одной штуке хотел вам напомнить. По душе аналитикам тоже, как показывает практика. Конкурс косплея без переплат, который мы проводим вместе с нашим партнером Мегафон. Собственно, вы можете принять в нем участие и выиграть интересные призы. В первую очередь Аркану. И под конец турнира в финале, возможно, даже получите 12-й айфон от наших партнеров Мегафон. Как принять участие в этом конкурсе? Придумывайте свою идею, реализуйте ее, фотографируйте на фоне нашей трансляции и выкладывайте ВКонтакте с хэштегами, которые вы сейчас видите на своих экранах. Мы в конце сегодняшнего или, может быть, завтрашнего дня, как пойдет, посмотрим все ваши работы и определим победителя. Наиболее достойного, с наиболее достойным косплеем, который получит подарки от нашей студии. А если коспле окажется максимально крутым, то он и в финальную стадию попадет, и там уже за айфончик поборется. Почему бы и нет? По-моему, отличная штука. Собственно, драфты, друзья. Первые карты, вот как раз к ним мы уже с вами и пришли, и это замечательно. Серия Na'Vi против викингов. Для викингов, как мы сказали, серия не носит принципиального характера. Ребята идут 6-2, они гарантировали себе место в верхней сетке, ну просто, вернее, в плей-офф стадии первого дивизиона, в то время как Na'Vi находится в пограничном положении. Оставшиеся матчи этой команды и оставшиеся матчи их потенциальных соперников, которые чуть ниже, чем они находятся, могут решить их судьбу. И надо выигрывать. Очень важная для них серия. Угадаешь, что поменялось? Между вчерашним и сегодняшним. О-о-о. Ну-ка, давай. Относительно камеры Роджер сел сильно левее. Ух ты. То есть со своей стороны, но и для нас справее. И еще могу сказать, что Силерия переехал вроде как. Не знаю. Не, Силерия, по-моему, там и сидел. На стримах он точно в темном помещении сидит. Потому что вчера некто Роджер сидел с нимбом. Либо почти с нимбом. А сейчас у него лампа довольно далеко. На какие, однако, абсолютно неинтересные детали ты обращаешь внимание? Ну, за ногу на интересные детали обращать внимание тот, кто выглядит как в литой в ковбоя. Тот и побеждает. Это, кстати, хорошее. Ну, а что с драфтами у нас? Из интересного, из максимально интересного антимаг первой станет. Этот самый товарищ викинг похож на парня из Бэтмена. Дворикого? На полу леса, как раз. Неплохо. По драфтам антимаг против Вайда неплохая идея. Сама по себе. Есть это, опять же, на фарминг с Вайпера. Сойдет. Ну, я просто, что концепт какой обычно? Вот против антимага ты условно перпел. Но вы же, антимаг, ты все равно стоишь, что-то там туда-сюда, там стейки нажал, он перхватил и так далее. Если вольт получил на перебисал, ты его побил. Все, ему очень грустно. То есть ни хрона, ни попрыгать, ни там делейшн и так далее. Поэтому честненько считают, что антимаг неплохая история. Но я немножко удивлен, что не спектра. С другой стороны, там был Вайпер. Поэтому я не удивлен, что там не спектра. Менялось, ничего не произошло, но на опыте хорош. Да, но опять же. Когда ты берешь антимага вторым пиком, тебя очень хорошо могут подзакрыть всеми остальными героями. Да, антимаг хороший герой против Вайда. Но когда у Вайда есть и Вайпер еще, то просто ставится хрон, ставится плевок Вайпера, второй спелл. И как бы у тебя нет magic resistance, который хорош против Вайда. Поэтому антимаг тут выбор, конечно, такой. Поэтому у них уже феникс, который хорош против Вайда. Яйцо, луч. И ты потенциально во второй стадии какого-нибудь зомби сейчас еще себе забираешь. И я получаю секьюрую линии. И того самого героя в хроносфере, если он один попался в нее, вообще невозможно зафокусить, потому что соло-рив. Соло-рив станов, да? Кого я там вообще остановлю? Я недавно смотрел габлака, то ли сегодня, то ли вчера был день рождения. Сегодня. По-моему, сегодня. Да, сегодня. И я понимаю, что человек с нулем станов реально что-то делал. Так они отдают дань уважения. Вот оно что. Поэтому сегодня я считаю, что как раз-таки викинги не молодцы, что взяли вайда, что у него есть стан, то могли взять спиктру. Ну да, да, да. А Na'Vi, в свою очередь, видимо, трибьют устраивают Артуру. Да, ну опять же, если бы я был... Габлак играл в Na'Vi. Был дело. Они теперь Na'Vi. Na'Vi дали ей встановку. В следующем видео на ютубе выходит трибьют только Блак. Да, и вот он снова Акс. Так вот, если бы я был на Вями, я бы еще какой-то захилл все-таки взял. Любого варианта. Опять же, меня устраивают Винтер Виверна, Нандайн, Квич, Доктор, Оракл. Любой герой, который не в бане, вполне здесь появится, будет висп. Висп в бане все нормально. А по какой логике еще бы захилл-то взял? Феникса не хватит на всех? Смотри, у Феникса хорошее эскалирование в лей. То есть, условно, на 25-м левеле Феникса, когда он поставил луч, началась драка, яйцо еще лучше, вот это все прочее, ты вообще ничего не можешь с ним сделать. То есть, потому что он-то скалируется от количества хп, и там у нас такой захилл, что просто забей. А вот у тебя аж будет файт на 6-м уровне, на 10-м, на 15-м, на 20-м. То есть, где-то когда-то эти файты будут, пока антимаг фармит. И тебе вот нужно их продержаться, провести хорошо. Для этого как раз тебе нужен еще один герой, который позволит эти самые файты 4-5 без антимага проводить. Приходил к нам Селари как-то на послематчевое интервью, после игры, когда как раз викинги нам показали этого Огра, и он рассказал, что это его скрытая сигнатурка, которую ребята достали из рукава. И которая сейчас очень хорошо заходит, потому что Огра, маг на линии против Феникса, это конфетка. И по игре тоже. Линия очень хорошая будет, я думаю, у них сверху. Ну, как очень хорошая? А так? Очень хорошая линия считается Акс Феникс, которая просто там, тут невозможно стоять, Вангвард на 5-й, на 4-й. А тут Огра воет. Воет постоянно регенится, и Огра быстро бьет. И толстый еще с регеном. Поэтому... И вот тот сам Оракл. То есть, теперь завкусить героя сложно любого. Причем у тебя крутая комбинация под Акса. Снова падает, что вырывается, и он в этот раз не умирает. Это была вчера игра, где Акс такой, Блэдмейл купил, Даггер купил, Свена прыгнул, умер. Это было не здорово здесь, все хорошо. Но Викингам как-нибудь надо какого-то тинника брать? Ну, Бургс-Бургс героя. Либо Вайт Спирит, то есть, какого-то героя, который будет этого Оракла находить. То есть, его это очень важно сделать. Ну, Вайт Спирит, четверка мало урона. А, его забанили. Все нормально. Да. Но все равно, если четверка Вайт Спирит, это все прочее. Вайпер-трешка. Многишь играют. То есть, у нас ВП играют, у нас Матголемы играют, у нас Нигма показывала, бань контрола Вайпер Слины. Ужасная карта, но показывала. Не суть важна. Было, было. Короче, нужен герой, который будет прыгать в задние ряды. Шторм спирит в бане. Любой. ну, не, Шторм. Шторм пока в пуле. Да, Шторм в пуле, но они берут Магнус. Шторм, я не знаю, вроде как контроля нет. Шторм, если ты берешь мантимага, то тебе нужно именно задавить его. Потому что потом играть будет очень сложно. Им и так будет сложно. Сейчас четыре героя, которые тоже, получается, мантимаг будут фармить, и нам надо как-то выиграть, пока он не фармит. Как мы будем выиграть, пока он не фармит? Точнее, пока он фармит. Так если у Акса не будет хорошей линии, то и Аксу придется фармить. Разве что. Тогда Викинг, Джи... Я про то, что, типа, комбинация неплохая, но у тебя в итоге нет табер-дэмэджа какого-то, у тебя нет хорошего замеса вне ультимейтов, то есть ты подвязан обязательно на кулдаунах. Это все очень сложно будет привернуть правильно. Селери вообще никакого уважения не проявляет команды на Ви. В чем это выражается? Взял, ушел. На. Нормально, без головы оставил ковбоя своего. Рандом. Катка в Апекс нашлась. Катка в Апекс в другой комнате, да? Так нет, вот смотрите, время идет, а Селери нет. Может, не он драфтер. Знаешь же, редкликом отдать капитана там. Типа чел, у меня тогда приехала доставка, да, и вот, и корона переезжает. Условно, Морамис, и он такой уже сидит. Корона не нужна. И выбирает себе героя. Нормально, у него есть 40 секунд. Но им нужна... Ну, или если, если сейчас вдруг какой-то герой будет забанен на Селери. Не, я реально поражаюсь. Не за свои рабочие. Рик, это жесть. Он сейчас ушел и не отдал никому корону, а время тикает. Так нет, смотри, сейчас может выяснится, что за него играет стул. У нас есть даже в СНГ стримеры, которые выигрывают игры в Хардстоуле, например. Он просто обнаружил подключение компьютера из Харькова и пошел выяснять, в чем дело. Неплохо. Not bad, not bad. Что сейчас в TeamSpeak? Во, все, стул играет. Не, я говорю, просто дал кому-нибудь корона, либо с первоначально не он, например, сегодня драфтит. Похоже. Может, Арамис. Ну, может быть, да, но какая-то четверка, опять же. Я думаю, драфтит у них все-таки тренер просто. Может быть. Азароны нам не показывают. Вот этот. Он такой приходит. Все. Харьков устранен. Подключение из Харькова устранено. Им нужна четверка викинджи. У них сейчас вот как раз-таки такой герой. Магнус Мид у них точно пойдет. Они забанили Death Profit Шторм Спирита. Тоже хороший герой против викинджи. И хороший герой Натус Винцер, потому что у него есть под сейв. И как раз-таки он будет делать небольшой спейс. А нынешний Шторм может это делать. С рунами особенно. Тинник? Я думаю Тинник. Зимель. Я был прав. Ты рад. Но Тинник на самом деле не... Хотя у Тинника есть... Ой, у Распирита есть Сайланс на Уракла. А у Тинник не даст Антимагу задоджить Стану Мантой. Ни разу вообще. Фиг с ним. Что-нибудь придумают. То есть, смотри, сейчас нужен герой в центре для Айсбера, который будет стоять против Магнуса. Он это понимает. Но Манткинг и Бодя не играет вроде как. Не играет. Вроде как. Он играет на Бодоне. Потому что Манткинг и Кранч был очень хороший герой против Магнуса Мид. Потому что он его выгоняет с Мида, хорошо стоит, а потом идет за ним лес. Смотри, он играет на Бодоне, но не в этой карте, потому что там Вайпер. Но как тебе вариант? Как тебе вариант? В смысле? А Бодон хороший герой против Вайпера. В смысле? Ну, Кора Бодон не очень, потому что ты на Тиды будешь в Сахаросферу. Кора Бодона, возможно, нет. А так да. Ну, нет. В целом, да. Как вариант попробовать того самого Сайленсера достать. А так Нави же играют. Да, играют, да. Центр Сайленсера. Потому что здесь у тебя, да, Земель будет переходить, что не очень хорошо. Но как раз таки Земель Магнус это то, что ты, по идее, можешь постоять. Мне кажется, просто Сайленсер этого продавит в Миде. Верс Перец Магнусом. Ну, давай возьмем любого героя, который тоже подфармливает. Давай Кунку возьмем, вот не будем париться. Вот Кунка, вот. Вот и все. Как раз таки Кунка это Кунку. И стоит, и тоже лес фармит, то есть не себе проседает. Да, дает спейс, контроль, лес фармит. Ну, вот прям. И у него есть акс, который условно там всех подцепил, то открыл старый корабль. Ты сначала торгуешь лицом, чтобы акс ворвался, потом уже ты кастовываешь. Давай так, в 80% случаев любая команда взяла бы Кунку. Такая, она думает, что нам нужно. Нам нужна выживаемость против... А поскольку это Нави, да, они возьмут ДК и не будут париться. Да. Зачем? Зачем ДК? А Зевс какой-нибудь им не интересен? Нет, нет. Смотри, у тебя главная проблема, что будет Магнус, который тебя перефармливает в центре, потому что Челес качает. Плюс Земель приходит. То есть нужен герой, который не будет умирать в кулдауна. Просто когда Магнус отпушивает мид, и как, ну, пушит пачку тебе в миде, ты можешь ее перепушить и начать пушить тауэр Магнусу, потому что Магнус хочет лес подфармить. Либо просто уйти и давать спейс кому-нибудь. Бэтрайдер, Нави и Легионку забанили где-то в середине своего пика как раз. Да, но у команды Викинджи есть Войт, фейсос Войт. Да, да, Бэтрайдер очень странное решение, тем более от Айсберга. То есть у них же генерал играет 99,999 в периоде, и, верно, в этом сам Бэтрайдере... В самом деле я жду моменты в этой игре, когда Бум на Магнусе будет вывозить Бэтрайдера обратно. То есть он будет кого-то брать в Ассо, а Магнус будет вывозить Бэтрайдера к своим тиммейтам. Ну вот так, типа все хорошо у Нави, но вот Бэтрайдер мне вообще не нравится. Все было хорошо у Нави. Вань, присоединяешься? Я присоединяюсь, конечно же. Что ж, ну нам осталась только одна небольшая формальность, это повесить контракт на Витюна на сумму 40 тысяч. Шериф свое слово сказал, а это значит, что Витюн занимает свое почетное место прямиком над Айсбергом и, господи, прости, рядом со Скиттером. 40 тысяч, второй открытый контракт. Прямо как настоящий. Да, 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 вполне себе. Что ж, друзья, смотрим мы на коэффициенты от наших партнеров по рематч в преддверии дебютной встречи сегодняшнего игрового дня 2.08 на Ави 1.7 в Викинге. Разрыв небольшой. Как в целом мы по форме этих двух команд могли бы вы подумать, но на деле все может оказаться несколько иначе. Не забывайте про стопроцентный бонус к первому депозиту и шикарную лайф-линию на этом турнире. Все подробности в описании нашей трансляции. Но мы передаем слово нашим комментаторам. Смотрим первую Best of 3. Да, всем привет. Продолжаем наблюдать за просто карнавалом фантастической доты. У нас прям такой интереснейший матч в начале сегодняшнего игрового дня. Na'Vi против Викинга. Вчера эти команды хорошо себя показали. Посмотрим, как будет сегодня в этом игровом дне, потому что побеждать нужно и тем, и другим. Ну и драфты. Ну, в принципе, не сказал бы, что прям что-то суперинтересное показали, разве что Огрумак всплыл у нас внезапно на сопропозицию. На Na'Vi какая-то вата. В каком плане? В плане, что не вывезут никак? Что-то все тонкое, мягенькое, вот такие мякишие. Бэтрайдер. То есть у них такие герои, которыми они не играли вот такую комбу еще ни разу. Они как славятся тем, что если они начинают экспериментировать про темников или каких-то других героев, то они обычно выступают слабенько. Поэтому я здесь всей души и сердцем за викинг. А ты не рассматриваешь вообще вариантов, что, возможно, это какая-то заготовочка от Na'Vi, что они подготовились. Подготовились? Ну да. Просто же так Бэтрайдера ласпиком берут в мир. Это влажные мечты Александра. Нет, Александр. У меня таких... Нет, это не то, чтобы моя мечта, я просто спрашиваю. Ты не рассматриваешь такой вариант. Если нет, то окей, вопросов нет. СНГ подготовку, знаешь, за 10 лет наблюдать за тем, как СНГ готовится, я бы сказал, что эти вещи несопоставимы. Я понял тебя, Дмитрий. Окей, но я... Да и в принципе, я вот вчера беседовал с СНГ, он вот уинтересовался, как они готовятся, он говорит, что сейчас кланваров играется немного. То есть вот они там с нами по-моему играли два кланвара. Первый кланвар они попросили, NAVI попросили, чтобы им дали виспап потренировать. Им дали. И NAVI вынесли онлайн за 20 минут вообще без шансов. В итоге они, по-моему, вчера кого-то вынесли тоже с виспап за 20 минут. Там было очень быстро. А потом противоположная ситуация, такие онлайнеры говорят, а дайте-ка нам вот этих героев, мы их тоже хотим потренировать. И онлайнеры выносят просто без шансов своими героями. То есть, грубо говоря, тренировки сейчас, они вроде бы есть, но их мало. КВ-шек тоже сейчас очень мало. Ну, это по информации. Скажем так, разнообразием не блещет особо получается тренировки. Да, да, да. То есть одна и та же стратегия у всех. Ну, и я бы сказал, что вот за 2 недели или за 3 недели натренировать одного виспа это мало. Нужно больше героев. Ну, я думаю, что пока, мне кажется, для этого мотивации не так много у команд, учитывая, что сейчас у нас конец года. Да. Все уже такие подрослабились, немножко ДПС-цикл только впереди. Новый год на дворе. Ну да, пора бы уже отдыхать. Пора бы уже подумать, где будут его встречать. Ну, не знаю, кто где, наверное, по домам, учитывая, что сейчас особо-то выбираться никуда особо-то нельзя, учитывая, что ситуация в мире не самая благоприятная, так скажем, с точки зрения... Не, ну, куда-то выбраться можно на Новый год. Ну, куда? Во двор посидеть? На лавочке или на балкон выйти, как вариант. Не знаю, меня приглашают гости на день рождения, например. Классно. А меня никто не приглашает. У тебя, друзья, вот есть, а у меня нет. Я буду дома сидеть, как минимум. Поэтому, да, согласен. Ладно, в любом случае, посмотрим, что у нас здесь будет. У нас, с одной стороны, получается, вводят по двумя бафами. Это Empower плюс Bloodlast. Это в теории достаточно сильно. И это плотничьи. Это два плотничья, которые еще идут вперед и танкуют, в общем, принимают удар. Хороший герой. Огрмак. Да, с другой стороны, у нас антимаг. Вчера у нас был антимаг. Вроде, казалось бы, коронный антимаг от Миракла, но по итогу этот антимаг поиграл. Проиграл, точнее. Поиграл, а потом проиграл. Ну, старенький уже. Видно, что он не кликает на героев, не чекает айтемы, собирает Эбисол, видит Вайдас линку и дает линку в Эбисол. И после этого вся команда проигрывает замес. В общем, Миракл, все, Миракл. Ну, я почему-то, на самом деле, по опыту прошлой карты думал, что антимаг будет до конца заниматься сплитпушем и только уже под конец, когда выформить шмотки придет. Ну, кстати, я не знаю. Нет, ну, как бы. Санек вчера пришел. Санек вчера пришел в аналитику и показал, как ее надо вести, а эти вот молодые ребятки пусть учатся и пересматривают вчерашний эфир и аналитику с банкой. В итоге мы пришли к выводу, что банку лучше не переворачивать. Опасно слишком, можно открывать и не переворачивать. Ладно, давайте смотреть первую карту. Да, ладно. В первую очередь интересно будет посмотреть на центральную линию, потому что Магнус будет стоять, и, получается, против Бэтрайдера. И эфир будет на Бэтрайдере. Я бы Войда поставил. Я понимаю, что Бум очень хорош в миде, и у Магнуса он, в принципе, стоит почти против всех, но Войд слишком хорош против Бэтрайдера. То есть он там что-то старается, кидает стак, еще один стак, еще один стак. Если Войд, если захочет, то он в любой момент уходит. Еще у него есть тайм-дилейшн. Нажал на тайм-дилейшн, и Бэтрайдер ничего не делает. Ну да. Но мы видим, что не стали свапать линии, и Бум у нас все-таки на мид. Промисс на Эрспирите, на тапочке уже побежал вперед. Тоби на Вайпере в сложной будет стоять. Хорошая такая линия, получается, да? Ну это та самая вот линия. Вкатывается земель, заплевывает Вайпер, и как бы можно делать фраги. У нас вот самые такие брутальные линии, это сейчас Вайпер Эрспирит, которые большую часть игр просто вынесли линию Слард. Ну или Вайпер Энчантрас какая-нибудь, я не знаю, бывает, тоже берут. И еще Вайпер Лина. Вот вчера у нас была Вайпер Лина, майн-контрол на Слардере не мог подойти крипам, он ушел ромить там левель на четвертом. По всей карте начал бегать, как оффлейнер. Ну у него там, если не ошибаюсь, Слардар был. На Слардаре вообще тяжело как бы подходить. У тебя милишника как бы, что делать, непонятно. Да, окей, ладно. В итоге поровну у нас получилось по баунти-рунам. Три героя снизу. Команды Викинг, они очень хотят сделать первую кровь. Ну Селери хочет помочь, чтобы потом перетянуться. Оракла хочется поймать. В первую очередь, да. Ну я думаю, Оракл не будет очковаться, он даже не будет рисковать, потому что... Ну это, черт возьми, Оракл, куда ему там лезть против Вайпера. Антимаг он тоже... Ну Антимаг прокачал уже моно-брайк, поэтому если сейчас в него ворвутся, то он может погибнуть. Если Антимаг пойдет бычить на Эрспирита, то можно попробовать. Но он... Ну не идет. Ну, кстати, когда так вот кияется тучка, здесь уже можно забыть про фресбат, потому что линия пушится, и все. И зачем здесь стоял Огр, не ясно. Огр уже должен, по идее, да, задуматься насчет того, чтобы перетягиваться наверх. Он, собственно, уже и перетянулся, поэтому, да, ФБ у нас раннего не получилось сделать. Ну, слушай, если Вайпер будет пушить линию, я думаю, здесь все будет норм, потому что в этом случае Оракл стоит как бы все время за Антимагом, подвозчикой, и все будет нормально. Так, бодиблок. Ну там выпуливаются крипочки, собственно, ведь он то же самое делает. Сейчас вот крипы за вышкой там встретятся. Сверху. Сверху генерал у нас на аксе, здесь у нас Салари, на таком плотном, плотном саппорт героя, как Огр Маг. Мужчине, на мужчине. Да, можно просто идти вперед и вот, не знаю, мотыга, как правильно назвать. Бить просто по лицу. Дубиной. Да, своей. Ну, в общем, пока акс не второй, надо бить, прям вот максимальное количество удара сделать и по аксе, и по фениксу, но как только акс берет второй ловел, все, в этот момент Огр Маг завязывает. Слушай, шаду очень приятно, конечно, на лайне, учитывая, что под конец крипочков по тебя всегда залетает Баттл Хангер, и ты не можешь просто с себя снять его, поэтому, да, он постоянно на лоу-кп. Да и Огр Маг, я бы сказал, что где-то на третьем левеле он будет не особо полезен. Ласточку сбили, ох, неприятно. Здесь на третьем левеле надо карать. Да, и вот уже нападают на Шада, Шад следующий первого левела, у него есть таймволк, он пока не тратит, тратит только сейчас. Роджер. Роджер ошибся? Да, пока непонятно. Живет вроде. Рода получил много. Ну, получил, у него выживает. Ласточки нет. Ласточки нет, а у Огр Мага есть Манго, но не второго левела. Второй левел получил, Fire Blast пошел, работаем, 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 норму феноменит. Из-за этого... Да, и плюс еще Баттл Хангер залетает, поэтому все, как бы, фраг сделать не удалось. Еще и Селари пострадает здесь немножко. По итогу, линия хорошая для команды Na'Vi, здесь генерал прям себя как сыр в масле, да, чувствует? Да, да, да. Ну, Акс против двух миличников, причем, ну, не самых опасных, ну, не считая Огра, с Огром Акс тоже хорошо разбирается, поэтому там, как бы, у Огр много брони, да, это здорово, ХП Риген тоже хорошо, но Акс просто бьет его чистым уроном, следовательно, здесь Огр Маг, он, естественно, разменивается не в чем. Да, хорошо, два раза прокрутился, здесь половина ХП сразу же отлетает у Селари, Шатт упрыгивает, а мы пока можем ознакомиться с коэффициентом от наших друзей. С париматч 2.0 на команду Na'Vi, 1.76 на Викингов. Викинги в статусе фаворита у нас находится пока. Селари, Селари вешает на себя бал, старается уйти, Феник залетает, аккуратненько дает еще пару тучек. Да, сейчас должен сгореть, по идее, да, ФБ забирает Роджер себе, еще и Шадо можно побить, Шадо успевает уйти на таймволке. Да, и линия, конечно, печальная, сверху получается для команды Викинг-Джи. Снизу Антимаг, хуй да бедно фармит, спокойно выпуливает, мы видим Крепочков туда за ушечку, аккуратно, просто Викинг здесь бьет, у него здесь хорошо все. Я думаю, Антимагу норм, да, то есть вот учитывая то, что Вайпер он манозависимый герой, а мана сейчас у него очень мало, он не сможет так эффективно напрягать Антимагу, то есть, грубо, ну, любой Незер Токсин и Антимаг делает Блинкаут. При этом, Расперит он тоже не лучший такой борец против Антимагу, он опять же манозависимый, поэтому тут Антимаг разваливает. При этом, я здесь смотрю, как Нави Денайд, Крипчиков, как они стоят, видно, что они сейчас в очень хорошей форме, в то время как Викинги в последнее время на спаде. Да, да, был разговор вчера еще про это, и видно было по игре, что, да, это уже не та команда, которая была, которая была там, ну, сколько получается, месяц, наверное, топ-1, топ-2, да, лидером, но все. Да, ну и в миде, в миде пока ситуация равная, мы видим по Крипстату 22 на 5, 22 на 3, и бум, хорошо стоит линия против Айсберга здесь на Бэтрайдере, даже чуть получше, наверное. Ну, это Магнус все-таки. Нужно опустить, то есть, мне вот почему нравился Войд в миде, вот, вернусь к этой теме, потому что, ну, как бы, у Магнуса хорошо, и у Войда в миде тоже будет хорошо против Айсберга, но при этом Магнус на легкой линии, вот если на него вешивают Бэтл Хангер, он хотя бы может, например, шок-вейв кинуть, добить Крипчика, и он не так сильно страдает, как Фейс или Свойда, и в принципе, если вот выбирать, кому страдать, Магнус или Фейс или Свойда, то лучше быстро дает Магнус. А вот Шад, он стоит, и вот, пожалуйста, бегает Бит Ишад, Бит Иогармаг, и тут без шанса. Снизу уже драка началась, забирают в Тобе здесь, ничего себе, это второй фраг команды Нави. Ну, это, это начало конца, то есть, антимаг, который месит на линии Вайпер и Респирит, это очень страшный антимаг, это суперопасно. Да, Ишада выселяет линии сверху, остается здесь только один Селери. Он второго левела бегает Махат с Аксом четвертым. Зачем? Зачем? Он, конечно, получает третий левел, но генерал, его сейчас не отпустят. Его сейчас не отпустят, он бежит хотя бы руну забрать баунти напоследок и забирает, но и погибает моментально. Это лучше, чем ничего, как говорится, Шад остается на ЛОХП, Регена у него нет, ему бы быть поаккуратней, потому что за ним уже бегут, сюда уже потягиваются Роджер вместе с генералом, и он делает ТП. Да, старт просто шикарнейший. Сложная линия выиграна в Салат, легкая линия выиграна, ну, какое-нибудь другое синоним придумаем для этого. В Оливье, я не знаю. в Оливье, в Оливье. И единственное, у кого дела идут хорошо, это Магнус. Все. Да, на Магнуса тут, похоже, вся надежда, потому что там Войт собрался играть через Мидас, ПТ, поэтому мы понимаем, что нет никаких быстрых Момов, как многие любят собирать. Хотя вообще странный момент, у тебя два бафа в команде, у тебя Импавер, у тебя Бладласт, и вроде как Мом не такое плохое решение, да? То есть, ставишь хроносферу, получаешь два бафа и вроде неплохо бьешь. Он страдает, он страдает. Ну да, но здесь он хочет уже через Мидас играть. Снизу снова нападает на Тоби. Но это развал, то есть, вайпер, вот такой вайпер, который приходит в сложную линию, его убивает, это грустный вайпер, у него будет маленький МС, весь фарминг берет Магнус вместе с Веслэйс Войтом, он просто превращается в такого третьего стаппорта, и, ну, толку, честно говоря, от него будет маловато по игре. И вот Шат вернулся на линию, он, конечно же, большой молодец, но, по-моему, тут без шансов. Вот он вернулся, сейчас он нажимает таймволк, за ним бежит Акс, за ним летит Феникс, и все. И он без ТП. Да, уже нет возможно как-то возможности упрыгать отсюда, он продолжает гореть и сгорает. То есть, ему вообще нет смысла возвращаться на линию, потому что они уже на этой линии стоять не могут из-за того, что Огр погиб два раза, там, у нас Свойт один раз неудачно сыграл, там, пошел размены. Тут все, тут уже вообще нет смысла возвращаться на линию. Да, и это еще Айсберг не подключался толком никуда, мы видели, что только один раз перетянулся вниз, и, я так понимаю, обошлось без лосо, судя по всему, они там забрали Тоби. А он может еще раз перетянулся. Не так хорошо стоять против Вайпера, если он постоянно пушит линию Незертоксином, он постоянно находится рядом с вышкой антимагом, и очень легко перетягиваться, просто потому что ну вот собственно и произошло то самое, о чем ты говорил еще в самом начале. Ну поздно, поздно. Ветрайдер седьмой, а Войт четвертый, это не то, что... Да, бедный шат, куда же ему в итоге деваться? И лес не пойдешь фармить с таким левелом, да, то есть, можно, конечно, получить импавер, но ты долго будешь убивать крипов, там ПТшки даже нет, по-моему, до сих пор. Да, крипов он будет бить с черепашьей скоростью. Просто там еще как-то надо с Магнусом делить этот лес, он не пошел в мид изначально, он этого заслуживает. Тем временем, тем временем, АМ ищет вайпера вместе с Фениксом, фаер спириты готовы, нужно сейчас прыгнуть сразу и не получать лишнего урона, АМ готов, ждет, когда вайпер подойдет чуть поближе, а вайпер нет, вайпер все понимает, он отступает. Прифарм для антимага. Но антимаг на прифарме на полном, на полном, конечно, здесь Витюна никак не могут забрать, ни в коем случае, он сам забирает. Тем не менее, 1000 голды всего лишь преимущество пока что за командой Na'Vi, но мы видим, насколько сильно вырвался вперед Магнус, да, и насколько сильно отстала его команда от него самого, и поэтому такой вот разрыв, казалось бы, не самый большой. Роджер хорошо здесь прожигает, 400 кинопалма висела, врывается Бум, здесь Роджера можно забрать, да, Роджера добивает в итоге. Это первый фраг для команды Викинг. Бум начинает спасать ситуацию, ему нужно что-то делать, Буму купить какой-то блинг, взять с собой кого-то на замес и постараться сделать фраги. Это, наверное, единственный герой, который сейчас может поднекладно влиять на карту. То есть вот он как раз дофармливает левел, блинг у него еще скоро появится, и вся надежда на нем, если он ничего не сделает. Вообще, в принципе, я что-то смотрю последние игры Викинга, вся, каждая игра, вся надежда на Буме. Остальные две линии стабильно заливаются почти в каждой игре. Ну, туда остался пока что сверху один Солари, генерал его там неплохо так напрягает на линии. Ну и Солари дефает вышку, хорошо. Конечно, Акс не самый такой хороший убийца товаров. ПТшечка ты имеешь в первый раз, да. Ну, да. Другие будет бить, малыш. Убийца Акс. На атакспиде. Ну, и, наверное, талант будет на атаку, да, взят, который, типа, контр-хеликс на атаке. Будет нормально. Аккуратненько будет липчиков. Так, ну вот Бум пришел сюда. Непонятно, что он хочет здесь генерала сделать. Вряд ли смогут его забрать. Плюс один бы кого-то позвать. Эрспирита, например. Втроем они быстро его убьют. А вот вдвоем не факт. Да, и блинка нет никакого у Бума еще. Что-то странное дело. Он пришел, посмотрел. Я тоже не совсем понял. А когда был бы блинк, еще ладно, ты прыгаешь, там, с кювером увозишь, как ты потом... Ну, да, подвышечку. Подвышечку имею, да. РП, там, станы и так далее. И вроде как можно попробовать забрать, а так... Пришел, пофоткал и ушел. Все нормально. Приятно, да. Так, ну что ж, успокоилась немножко игра. Продолжают фармить худо-бедно Викинг Джи Джи, но также и Нави продолжают наращивать свой нетворс. Конечно, антимаг там еще далек от своего БФа, да, я так понимаю. Ему еще фармить и фармить, но БФ будет достаточно быстро. И это значит, что ведь он начнет еще быстрее набирать в игре. А вот Войт, который там свою ПТ-шку пытается в лесах дофармить, это, конечно, печально. Сверху Селари умирается. Здесь никак ему не выжить. Фраг забирает генерал. Дверуны еще заберут. Смотрим на Фресс Лесвойда, понимаем, что ему будет очень тяжело. В принципе, Нави сейчас покупает Блинг на Аксе. Он очень быстро его выфармит, особенно после того, как забирает вышку. И все, и они заходят в лес к Фресс Лесвойду. Драться Викинги сейчас не способны адекватно. Ну, то есть у них один Магнус, если РП нет, то от начала конца... Ну вот, Бум купил себе наконец-то Блинг, несет его. И сейчас, возможно, будет атака какая-то от команды Викинга, от Бума. Пойдем бы идут. Пошла Хорносфера. Да, сюда уже летит Тверспирит. Но здесь еще и Бэтрайдер. Акс. Могут забрать. И вот РП-шка залетает от Бума. И генерала должны добивать. Стан получает Айсберг. На Фидели. Нави здесь, конечно, даблкил. Ну, молодец. Бум молодец, да. Блинг реализовал. Остальные ребятки подвинулись. Мы прекрасно понимаем, что им сейчас тяжело, и нужно как-то камбэкать вот этот самый тяжелый период мидгейма, где ФС Лесвой там с Мидасом будет все остальное фармить. Но Могут справляется. Он очень хорошо ворвался. Да, ну и давай будем честны. Нави тоже занаглели здесь. Конечно. Не было ни одной причины вот так вот оставаться в наглую между вышками Аксу. Да, конечно. Плюс еще и попутно подставился Айсберг. Айсберг, по-моему, еще ни одного лосу не бы кастовался, не ошибаюсь, в этой игре. Толком-то он там приходил просто на Firefly, залетал и все фраги делал. Нет, я не говорю, что это не доигровка Айсберга, а к тому, что не было нужды, так скажем, даже ультимейт тратить, чтобы делать фраги. Это было круто. Но вот подраслабились Нави, их наказывают и это позволяет хоть как-то пофармить еще команде Викининг и Джейджи. РП нет, Вайпера в миде тоже нет. Вообще здесь по-хорошему единственный герой, который может отпушивать, это Вайпер. Ну и может быть Магнус с Шоквейвом, поэтому вот когда вот так нападают на Айсберг. Вот Айсберга вывозят хорошо под Т2 вышечку. Роджер пытается подхилить, но этого не должно, по идее, хватать. Или хватает? Выживает Айсберг. Пошло лассо, увозит Огрмага. Арамис тоже горит. Арамис тоже могут добрать. Арамис, еще один удар. Должен погибать он, да. И бум, пошел до конца вместе с Тоби. Стоит Супернова, не знает, кого в итоге бить. В итоге добивает Айсберга, но Супернова сейчас может взорваться, она взрывается. Отлично, Роджер пока еще живет, улетает на Икарус Дави, Тоби. Нет, все-таки догорает. Догорает и отдает стрик напоследок. Ну вот такой вот размен получился у нас в миде по итогу. Интересная драка. Ну слушай, вообще подрались хорошо. Вообще любой размен для Викингов сейчас он на самом деле довольно-таки хорош, потому что у них были полностью проиграны линии, поэтому если у них получится размениваться хоть как-то, это нормально. Но в первую очередь мы видели, что по ХП очень хорошо выиграли Викинг. Там по Галде они на 100 больше отдали, но в целом по ХП выиграли. Плюс им чуть-чуть не хватило вайпера заранее. Вот приди он чуть-чуть раньше, убей они побыстрее Бэтрайдера, там вообще все было бы шоколадно, но пойдет. Так, Аксевич. Блинк очень скоро будет. Урна у него имеются. Нужно идти и заряжать. Да, генерал? Так, как там дела у Войда? Ша только что вот выходил на линию, но его снова прогнали в мид... А, мидасик себе дофармливает. ПТ есть, окей. Ну и дела налаживаются у команды Викинг. Антимаг, правда, вот меня смущает, который уже вторую позицию на карте по Нетворцу занимает, и ведь он начнет отрываться серьезно. Ну, сейчас тут у Войда есть шанс нагнать его за счет Бладласта и за счет Эмпауэра. И вопрос, будут ли мешать Нави активно вот прямо сейчас. Потому что по факту, если вот сейчас пойти во вражеский лес, убить Войда 1-2 раза, то после этого Антимаг выходит в 2 слота, а у Войда, дай бог, будет 1. 1 хороший слота. Ну вот они идут. Они идут, они прекрасно это понимают, что нужно действительно помешать фармить. Но с другой стороны, идут также команда Викинг Джи. У них откатилась хроносфера, у них откатилась ультимативная у Магнуса, РП, и можно попробовать навязать драку. Ну и как раз-таки подпушить вышку снизу. Не дайся. Да, ломает Вижен Нави. Прекрасно это видели все, команда Викинг Джи-Джи. Падает вышка снизу. Пока никто на деф не идет. Бум, забегает за вышку, забирает пачку крипов. Нави, надо торопиться. Ну, идет генерал. Генерал есть блинг, он может ворваться. Огр хорошо стоит, может все это дело показать. День, все видно. Бежать. Ну, нормально, слушай. Викинги стянули Нави. Даже если вышечку знает, ничего страшного. Да, тем временем легенько переобучено, я бы сказал, от наших друзей из пари-матча. 1.37 на Нави, 2.95 на команду Викинг Джи-Джи. Уже почти 3.0. Но, мне кажется, сейчас для Викингов наступает тот самый переломный момент, когда второе дыхание открывается, и вроде бы как все не так уж и плохо. Вот сейчас смог был. Ну, то есть Викинги нажали смог, они по факту никого не убили. Да, но вышечка там в любом случае разрушилась. Противник тоже потратил смог, никого не убил. Ну, и Викингов это устраивает. Как мы видим, преимущество, оно... Все тоже 2000 голды за Натус Финцер. Если оно будет сохраняться на таком уровне, все ок. Для Викингов. Так, ну что, 15-ая минута. Хотят подраться под баунти-руны, я так понимаю, те и другие. Что по контролю будет? Пока только одну вроде планируют контролить. Нет, две все-таки заберут у нас Викинги. А можно еще и слева забрать. Там далеко находится антимаг, вот он еще не торопится это забирать. Войд мог бы забрать. Да, Войд пока занят фармом леса, я так понимаю. Ему не до этого, не до контроля. Она лежит и выжидает, ладно. Ну, выжидает, да. Слушай, в итоге у нас так приподнялся немножко БФ-чет для антимага. КТ-чеку собрал до БФ-чет. Не самый быстрый БФ, но зато надежно. Чекнет ведь он, да, чекает. Да, конечно. Чекает баунт-осик, забирает в итоге. Сабелька этим временем появляется для Бума. Здесь у нас Шат себе дофармливает Яшу. Дальше Бум будет сразу же БКБ после собирать сабельки. Надо Селери, ну, как-то тоже рядом с Логом, с антимагом. Боже мой, с Фейстли с Войдом бегать, потому что у него там ладласт имеется. Пусть и не четвертый лавел, но все равно он есть, он как-то ускорит. Ну, второго уже нормально. Да, 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 то есть нужно активно закидывать Войда всеми возможными бафами. Ну, а Войду, естественно, тусить рядом с ним. Потому что, не, Магнус красавчик, он все это зафармил. Огар тоже молодец, получил экспиренс, но нужно немножко поиграть на Войда. Подкормить. Смотри, оп, оп, поехали. Все, Шат доволен. Да, ну, опять же, не забываем, что есть хроносфера. И тут Na'Vi в атаке, сами могут напасть сейчас. Ну, страшно, страшно подвушка ломиться, учитывая, что такие сильные ультимейты у оппонента. Да и бум рядышком. Подвушка точно не будет. Они мягкие, помнишь, я говорил в начале? Да, 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 был разговор. У них тут есть герои, что они все-таки не такие плотные, чтобы прям въезжать подвушку. Естественно, Магнусу нужно опасаться, потому что комбо Магнус плюс Вайпер тут могут полкоманды убить на такой стадии. Смог, сами идут в атаку Викингер. Реализуем хроносферу, ну все, как сказал Шат. Ну, пора. Почему нет? Вот Роджера могут поймать, например, подвушечкой даже, закрыть. Это все лучше, чем ничего. Генерал в наглую фармить чужой лес. Вообще не стесняется. Так, ну что, на Роджера будут нападать или нет? Роджер показался пока что. Тут у нас... Очевидный байт. Антимага могут найти. Могут Витюна сейчас найти еще, ведь он там неподалеку фармит. Ну, это на самом деле суперочевидный байт. Как бы стоит Воид в миде прямо перед Фениксом с Мидусом фармит. На нем вести два бафа, которые недавно ему дал игр Магнус с Магнусом, и там все очевидно. Ну, нет, никого в итоге не нашли, никто не пострадал. Окей, продолжаем фармить. Так, айтемы, айтемы. Подуспокоилась игра у нас, вначале было побольше экшена, сейчас как-то все более спокойно. Вот эта вот последняя драка, конечно, остудила пыл команды на авиа. В миде, я имею в виду, которая была, где они немножко подфидели. Так, ну и окей, продолжаем смотреть. Тут у нас Роджер книжечку задумал себе прикупить. Угу, угу. И ульчика, и салли. Металличка дальше будет для Селери. Снизу подпушивают викинги и хотят попробовать Т2 забрать. Ну, я думаю, стянуть, стянуть. Забирать еще рано, но вот стянуть просто было бы здорово. И уйти, главное вовремя уйти. Да, не сказать, что тут много убить товаров. Кто ломать, то особо-то будет. Ну вот Феникс, он чем и хорош, что он может в кустике встать, закинуть пару файр-спиритов, там может быть санрей где-то нажать. И, в общем, здесь сложно. Женовато для викингов. Как-то стянуть кого-то даже, потому что Феникс работает. Агена стоит вот в уражеском лесу, он тут уже где-то фармит минуты две. Никого нет, он такой, ну ладно, я и дальше пофармлю. Такая хорошая игра для Акса намечается. А, ну хотя нет, хорошая игра для антимага намечается, которая пришел и забрал. Ну, БФ все-таки. Да, Яш тоже не за горами. Что, могут тоже линию подпушить? На самом деле-то и при желании сломать могут. Конечно, потратят достаточно много времени на это, но вполне это реализуемо для них. Но нет, тоже отступают, не хотят рисковать. Ну блин, если они вот так... Тут у нас забавная ситуация, получается, снизу. Нужно через РП только. И может не хватить урана у Феникса 1300 хп. Так, Бум знает. 2400. Бум что-то знает. Бум понимает, да, что опасно. Феникс-то так-то он силовик, 58 силы. 18-ая минута, здорово. Его можно и не забрать. Так, ну и в итоге, да, его и не забирают. Так, ну что, все продолжают фармить. Ждем Рошан тогда, раз уж так. Но, как бы, фарм играет этот, как по мне, в пользу команды Викинг, потому что Войт вон уже... Ну, он камбэк, да, то есть у него там... Вообще ничего не было. Если он там купит себе БКБшечку, потом, например, там еще пару слотов на урон, то он превратится в хорошего бойца. Учитывая, что у него два сильных бафа в команде. Да, он будет скелиться как царь, поэтому он викингов пока много устраивается. В принципе, очень многое будет сейчас решаться от следующего замеса, потому что, если, например, выигрывает на весь замес, там сразу в 7-8к перефарм Айгис и идем закачивать. Так, Рамис. 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 Вражеский. Ну и на этом пока все. Баунти руны появились на 20-й. Справа две должны, по идее, забирать сейчас викинги, две слева забирают нави себе. 2-2 по баунти. Генерал подпушивает центральную линию. Генерал такой грустный, вот он собрал урну, а она и заряжается. Ужас, потому что драк нет. Вообще ничего нет, да. Мы уже два сколько, минут 10, наверное, смотрим за игрой, да, после того, как он на линии собрал эту урну, как бы особо экшена-то и не происходит по карте. Никого нет. Да. И если вот как бы игра будет затягиваться, то убивать Рошена на Ави могут, но они забирают его медленно. У них один антимаг, но это, наверное, вообще единственный герой, который очень хорошо убит по Рошену. А справа у викингов там Огр Маг, Магнус, который солидно бафует всех, и водит с Магнусом вдвоем этого Рошена расщепят. Поэтому что-то бы сделать над Ави, попробовать хотя бы. Ну вот они разбивают Смог. Вот он Вайпер, вот он один. Да, его уже обходят. Тоби здесь, скорее всего, сейчас будет умирать. Хотя успевает кинуть ультимейт, останавливает на какое-то время Айсберга, но Айсберга есть БКБ, пошло Лассо, возит Тоби, тут еще Роджер, правда, подставляется. Неплохой мановойт, залетает, бум. Хочет дать РП, но не в кого давать. Хроносфера ставится, отлично. Нужно сломать лицо Буму, но Бум дает РП, и Роджер погибает прямо в Супернове. Мана нет у Бума, а стан получает Айсберг. Бума нужно добить, еще один удар, забегает Генерал, разрубает его напополам, Арамиса тоже забирают, минус 3 делают на Ави. Погоня продолжается за Шадом и за Селери. Шад вот прячется в елочках, у него там должен быть, по идее, там Таймволк. Нет, Мана нет. Мана нет, да. Хорошо, пошли, ворвались, подрались. Как мы видим, у Войда тяжелая жизнь, потому что он не может забрать Оракла за Хоносферу. Когда Войд не может забрать Оракла за Хоносферу, а это пятая позиция, это звонок. Звонок для Фейс Лис Войда как минимум, и очень хорошая драка. Как раз вот сейчас после этой драки 6-7 к голды уже имеется, Атимаг продолжает набирать. И по-хорошему сейчас Na'Vi просто навязывает кулдауну драки прямо здесь, потому что даже с кастового все Na'Vi не смогли. Точнее, Викинги не смогли одолеть Na'Vi. Да, забирают Аванпост под свой контроль, занимают левую часть леса. Команда Викинг и GG теперь только треугольник у них имеется в наличии, если дополнительный подфарм рассматривать. Да, и Na'Vi хорошо вырвались вперед. Главное, действительно, не ослаблять давление. Боже, как же много Атимаг уже имеет. 13 с половиной тысяч. Надо идти, надо идти. Его сейчас очень трудно разобрать. То есть вот этот Вайпер, который гипотетически может там что-то дать, там кинуть Незертоксин, у него сейчас проблема, что его, в принципе, могут вырубить за Холлакса. Поэтому Вайпер, он, конечно же, в некоторых случаях хорош против Атимага, но здесь пока Вайпер смотрится как Балас, который проиграл ему линию. Ну и по игре он магическим уроном никого не удивит, учитывая, что оппонента Оракол, дающий магическую защиту. Так, ну что, Викинги забирают Аванпост под свой контроль. Блинкдагер появляется у Айсберга. Теперь еще проще будет нападать команде Na'Vi, потому что до этого опция была нападать только через Акса, наверное, какого-нибудь, а теперь еще будет лассо быстрое. Ну уже надо идти, уже надо идти. То есть можно оставить Атимага где-то, он, естественно, очень быстро притянется, а остальным ребятам нужно идти и моментально пылесосить вышки. Единственное, вот забирать снизу вышку хорошо, здорово, но главное не проворонить Рошана, которого Викинги могут заснайпить в любой момент. Так, смог и поехали. Антимаг, если что, сделает... Кстати, очень хорошо, что Т1 стоят, Антимаг можно сделать ТПН-Т1 и присоединиться. Руна Волшебства Айсберга, огонь. Одна из лучших рун Либо Трейдера. День, при этом будет хорошо видно, в кого ворваться. Ну и еще тыщет, кого бы подцепить. Вижна на другой половине нет, мы видим команды Na'Vi. Ну и нужно посмелее, нужно зайти как бы вот туда вот и... Ну, потому что Викинги сейчас... Во-во, два героя, проходи и забирай. Так, ну у Витюна Башар есть, в идеале может попробовать прыгнуть и прыгать. Слушай, да, Башики не пробуют, правда. Да, пробуют Башики, Селари забрали уже. Хорошо, первый минус, увозят еще здесь из Шада, Шад. Маны нет, успевают уйти на Таймволки, но его не должны отпускать, по идее, в это время там растерзали еще и земелью. Да, Башик прокает очередной, Шад тоже погибнет, и Тоби следом также отправится в таверну. Как же легко все для Na'Vi, особенно ничего не подразили. То есть Викинги, ну они обнаглели, они... Только лассо. Да, Викинги, они обнаглели, они без Магнуса идут фармить вражеский треугольник. Антимаг такой прыгает, вообще обалдевает, там первые там 2-3 секунды он вообще дал... Ну, такое ощущение, что он был сам в шоке от того прыгать или нет. Ну да, потому что обычно, когда вот так вот люди бегают, они хотя бы там бегают четверо, он в пятером, чтобы можно было кого-то убить, и в итоге они еще пошли спасать друг друга, в итоге минус 4. Да, ну и Рошан как бонус для команды Na'Vi, они по-быстрому его заберут, конечно. Драться за него Викинги не смогут, а теперь только, наверное, одна стратегия для команды Викинг, это как-то пытаться на ХГ защищаться на своем от дефа. Теперь с вами мне нападешь. Так, ну что ж, куда отправится Na'Vi? Там все еще линейка товаров снизу стоит, Т1, Т2. Можно, в принципе, запушить при желании. Либо же по миду. Ну, антимаг уже готов. Антимаг прям запакованный. Такой бодренький. Айсберг полетел в Инвизия. Кстати, забирает баунти здесь, говорит, мое. И еще одну баунти. Слушай, 4 баунти для команды Na'Vi. 11 тысяч уже. Вышки, кстати, снизу было бы здорово забрать. А у Викингов такой смог последней надежды. Да. Причем идут без фейс-лисовой, да, опасно. Там еще и Эбисол практически готов для антимага. Могут генерала, по идее, найти, но генерала они заберут. Вот просто могут быстро стянуться, если они будут бить генерала, а остальные могут потерять. Ой-ой-ой, айсберга хотят. Айсберга, айсберг прожимает БКБ, пытается улететь, расталкивает всех. Какая кривая атака. Бегите, глупцы. Они хотят до конца идти, серьезно, тут уже перетянулся антимаг и просто бум, и сейчас вырежет. Бум, дерется до конца с антимагом 1 на 1, но антимагу плевать у него Аегис. Он его готов разменять даже. Ой, я не знаю, это какая-то отчаянная совершенно атака была от команды Викинг Джи. Они теряют двух героев, отступают. Такое ощущение, что паника уже, просто не знает, что делать. Ну да, это был смог последней надежды. Цепляют после Лесвойда, подбегают так, стараются что-либо сделать шат, но он пока бежит. Антимаг здесь, антимаг здесь работает. Да все, все, сейчас шоево это заберут, он остается без маны, шат, пытается жить, но погибает. Александр, сейчас лучший момент написать Викинг, я согласен. Идеальный, да, потому что уже все, у них... Просто избиение. Да, они уже потерялись в этой игре полностью. Видно это отчаяние в действиях команды Викинг Джи. Ну вообще, они по наклону движутся, Викинги. То есть стабильно, вот последние матчи, в которых они выступают. Две проигранные линии, и вот что-то похожее происходит там, начиная с 20-й. Стабильно. Каждую игру. Так, ну что, как итог. Пока Викинги не сдаются, падает вышка-то в миде. Очень богатый антимаг, просто 18 тысяч. Боже мой, Эбисол уже летит к нему готовый. Да, это только начало, там и бабочка уже не за горами, я думаю, далее будет. Я постравнил его с Войдом. Ну, Войд там очень грустно. Чем может ответить ему Войд? Что у него? Хроносферой. Разве что только. Там урона даже нет. Смотрю на Вайпера, я понимаю, что Вайпер здесь интимный. Да, и это, знаешь, был бы у тебя какой-нибудь рейнджевик, второй герой, который мог бы настрелять в эту хроносферу. А у тебя второй кору, это Магнус. Который как бы, ну, не может нанести урона в хроносферу, да. При всем желании. А если он дает РП, то Войд не особо... Хотя в свое время, я помню, была стратегия, это прям очень давно, когда брали Свена и Войда в одном драфе, там, стратегия была такая, что пытались ставить... Ну, загулял. Ставить хроносферу под Свена, чтобы Свен там с кратчка мог бить, но это было странно. Ну, вообще, такие хроносферы, вот такие реальные хроносферы, только, по-моему, на Инте, я не помню, где Винкс играли, где играл Шадоу, вот там реально он умудрялся каждый раз ставить хроносферы, что вся его команда могла бить всю урожскую команду. Они просто, они были, это были лучшие хроносферы, наверное, за всю историю Доты на Томзе Интернешн. И все, вот с того момента, у меня хорошая хроносфера. Остальные пытались, остальные пытались, но не получилось. Так, ну что ж, забрали Айсберга, это, конечно, небольшой плюс для команды Викинг Джуджи, но это все еще глобально ничего не меняет, потому что продолжают пушить нави, ломают вышку снизу, или ее нет, там уже, там поединит, вот, Витюн сломал, да, наконец. Охотник, охотник за курьером. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. И второго, давай Арамис. Ну, там успел Айсберг среагировать, переключей-то был. Еще один видишь? Так. Ну, Арамис, он нашел себе занятие, он намекает своей команде, ребята, мы больше 5 на 5 не делемся, с нас хватит, пойду фармить. Ну, фармим. Аймэйс себе салмыжил вот эту вышку. Ну, только бы оттянуть нет смысла, потому что антимага потихонечку заканчивается с лотэ, а противник вообще ничего, поэтому идем и работаем по товарам пока можем. Да, уже крипы вплотную подошли к ХГ, ДД лежит около Рошана, минуту еще будет действовать Айгис, отступают пока что на Ави, сагрились на Шада, но Шад понимает, что пора уже отсюда уходить. Шаду Саша и Яша здесь, ну, пока почти ничего не дает, ну, очень мало. То есть БКБ, я бы сказал, тоже не особо спасает, потому что Коул Акса, потом Лассо Бэтрайдера, там много причин, вот, почему здесь нужно спасать. Как-то нужно умудриться, короче, за хроносферу забрать антимага. Ну, тут Эбис Аблайт уже залетает в Тоби, Айсберг пошел вперед. Без ман. Да, Айсберг никого, правда, не смог поймать, но вот Тоби не отпустит. Айсберг ловит в итоге напоследок здесь Росперид, то укатывает его, и Росперид должен погибать. Да, это еще один мин будет. А, команда, Викинг Бюджет только может грустно смотреть, ну, вот она хроносфера. И Магнус ничего не может сделать. И там сразу же Супернова начинает бить Супернову, и все, хроносфера потрачена, Шадо загорел на себя генерал, Шадо больно, Шадо погибает, байбэк у него не имеется. РП залетает от Бума, но одного Бума тут явно будет недостаточно, чтобы всех убить. Борол, борется как лев. Ну, пытается, пытается, но это все грустно, конечно. Александр, это вот та самая острота, будет именичники. То есть, вот была хроносфера, Магнус фоткал, но не работает, не работает данная острота. Да, ну ладно, с другой стороны, ценой байбэка Магнуса отбиваются пока что викинги, не теряют они сторону, Нави отступают. Но Нави заберут сейчас еще 4 баунти-руны. Мы можем, они могут спокойно дождаться, по идее, следующего Рошана, забрать сыра Эгис, дофармить какие-то свои артефакты. Им торопиться некуда. Они понимают, что вся карта под их контролем, то есть, все хорошо, Войт сильнее в ближайшее время не станет точно. То есть, они уже видели, что хроносферы не хватает. Единственный опасный, наверное, противник для них это Магнус, да, который хоть какой-то может... Он, наверное, вообще единственный противник для них. Да, демош выдавать. Ты знаешь, складывается впечатление, что в одной команде играет Нави, в другой команде играет 4 героя без Магнуса, и в третьей команде играет Бум. Ну, вообще по игре такие ощущения. Потому что вот я уже 5-4-3, то есть, по сути, почти 100% фрагов делал Магнус. А остальные герои, они вот просто бегают там. Да, там уже бабочка готова для антимага. Ну и можно пока что на Творца сравнить двух кэрри. Ну, кстати, до поры до времени более-менее дела были у Войта. Мы видим, он отставал, но как бы держался еще, знаешь, догонять мог. Но потом смерть, 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 еще одна смерть, и он уже далеко. Ну, там, опять же, покупка БФа. Эбис. И работаем. Так, Айсберг тут получает рассказ пока что. Послал Лассо. Шадо увозит. Шадо пока что в БКБ. Продолжает жить неплохо. Нет хроносферы, к сожалению, РП тоже нет. Нечем ответить просто команде Викинг-Джи сейчас. Бумы забирают без байбека. Он его уже потратил. 100 секунд будет сидеть в таверне. Прыгает вперед Шадо. Пытается хотя бы Флая забрать. Флая все еще продолжает жить. Только сейчас сгорает. Стан залетает неплохой в Роджера. Роджер отправляет в таверну. Но минус два. Выбили еще Гемп. Огонь продолжается за айсбергом и компанией. Но тут Витюн. Витюн тоже упрыгает и уйдет. Эх, вот бы была хроносфера сейчас, да, Шад? Как бы классно было кого-нибудь поймать, но... Никого не ловит. Но никак. Хочу посмотреть на урон. Мне показалось, там Эр Спирит. Короче, магнетайз врубил. И он фуллтайм его продержал на пяти героях. Такое редко вообще увидишь, если он будет, конечно. Но это... От Эр Спирита сейчас было мощное исполнение. Ну слушай, как бы то ни было, это хорошая драка получилась. Я просто смотрю, пять героев под магнетайзом. Просто вот в Соляново бегает саппорт и разваливается команда. Да, представляешь, если бы эта драка сейчас была под РП, под хроносферу. Я представляю. Это мог бы быть комбэк. Саппорт на него с урона больше, чем два фора. Икс-два. Красавчик Эр Спирит. Продлил время. Продлил. Ну слушай, Викинг продолжает обороняться, как бы то ни было. То есть стороны стоят. Играть все еще можно. РП-шка откатила, хроносфера откатила. Осталось только Магнусу появиться из таверны. Александр, на конкурсе оптимистов вы бы заняли первое место. Да, Дмитрий. Хорошо, я не против. Я не считаю это оскорблением, чтобы ты понимал. Комплимент был. Спасибо большое. Я к тому, что я за то, чтобы... Комбэк это всегда классно, как по мне. То есть Дота была бы скучна, если у тебя все бы игры были только в одну калитку. То есть одна команда заняла преимущество, и ты играешь. Поэтому каждой команде нужен либо Матумба, либо Виха. Да, либо так. Так, у нас тут Айсберг вместе с Витюном врываются на Тоби. Тоби забрали. Тоби погибает без байбэка. 80 секунд сидеть в таверне. Дороша на 1 минута до следующего. И я думаю, что Нави его, наверное, заберут до захода на ХГ. Зажимаем, зажимаем. Да, все-таки вайперу сидеть очень долго в таверне. Без него тоже драться нельзя. Можно и зайти, в принципе, в 5-4 тоже нормально. Ну, там есть Хрона, там есть РП, могут отбиваться. Ну, антимага есть бабочка. И 2-4 брони его очень сложно пробить. У него есть ДД. И ДД. Нет ДД. А еще есть Феник за спиной. Да. С Андреем и Оракл. Ну, пока вот так. Дефаем, РП. Увозим. Но тут уже Феллс Промис залетает. И поэтому плевать. Хроносфера накрывает только в итоге на Уолл Снофлай, который уже, в принципе, выдал свой ультимейт. Ну, и толку в этом было мало. Шат погибает. Байбэк у него имеется. Ну, и бум следом тоже отправлять в таверну. Скорее всего, сейчас будет ГГ. Даже до падения второго Роша. Да. Не понравился Шат Уракл в этой игре. У нас же его после Феллс Промисла. Там же Хроносфера ставит. Ух ты, Оракл Снофлай. Получай, супостат. Ну, слушай, отбиваются. 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 На байбэкчах отбиваются. Ну, это еще не конец. Тут поймали Роджера. Выбили и он диск из Айсберга. Но на развороте, правда, антимаг сейчас всех убьет. Но с этим ничего не поделаешь, как говорится. Да, это как следствие. Непонятно, зачем викинги вышли с базы. Ну, то есть они вроде как прогнали Нави. Могли бы дождаться своих тиммейтов, но решили выйти до конца подраться, как говорится, как мужика. Как викинги. Да, как истинные викинги. И на этом первая карта заканчивается. Ну, что ж, очень уверенная, как по мне, победа команды Нави. Несмотря на предсказания аналитиков. Несмотря на то, что достаточно хлипкий, на самом деле, был у них драфт. Но суперкрутое исполнение. Да, исполнение было действительно, я бы сказал, не шедевральное, но очень хорошее, уверенное. То есть выигранная верхняя линия от Генерала, получается. Они очень сильно задушили Войда в начале. Снизу непонятно, что хотели. Не знаю, тиммак убивал вайпера, вот на этом... Да, убивал вайпера, да и причем еще и фармил тиммак, казалось бы. Ну и опять же, стоит отдать должное Витюну. Он грамотно все делал, он отводил крипов за вышку вражеские, чтобы просто до него не мог добраться вайпера. И спокойно фармил. Ну что ж, более подробно эту карту для вас разберет наша аналитика. О мотивации команд участвовать в этой Best of 3 можно говорить долго, но викинги ребята довольно молодые и еще пока не имеют свойства давать себе возможность играть спустя рукава. Да, хотя есть ощущение, что сейчас примерно это и произошло. Либо второй вариант, Na'Vi действительно очень круто сыграли. Но второй вариант, кстати, вопросов как бы и не вызывает. Они ведь действительно разорвали. На всех трех линиях с самого старта игры. На всех трех линиях я не сказал. Викинги больше не радуют на Диком Западе, я лучше думал. Викинги, да, викинги, судя по всему, уже оборудуют дракары для отплыва. Правда, еще не очень скоро. Но, тем не менее, я бы сказал, что Boom, ты все равно свою линию против Viper, что постоял, выформил топ-i-Networks, то есть к одной линии получилось. Да. Но опять же, что Phoenix и Axe это сильно, ну это сильно, то есть там мы ожидали, что... Да, но вроде них тоже неплохая линия, которая должна очень хорошо простоять. Типа того, что у Вайда в целом все было нормально и так далее. Но ведь что Viper так зальет, это просто невозможно представить. Кто знал? Никто не знал, и в итоге так получилось. Но VyTunes зато висит и набирает. Набирает? Набирает. Нет, пока еще нет. Уже плюс пятерочка в уме? Нет, нет, ну то есть здесь по факту он сыграл хорошо, но не так, чтобы, знаешь, но не выше ожиданий. Знаешь, как эту игру можно назвать? Четыре якоря и Boom. Не согласен, потому что Boom тоже якорь. Вот здесь смотри. Очень важный момент будет. Во-первых, они закосячили, могли просто бить. Тогда это будет пять якорей, один из которых... Смотри, 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 вот здесь сейчас будет момент очень важный. Вот он может разбить яйцо, потому что на нем нет птички. Но он пошел убил этого, и потом из-за этого удара не хватило разбить яйцо. Хотя по факту, типа, Бэтрайдер, он уже улетал, он все равно ничего не сделал. То есть вышел бы в неплохой размин, а в итоге они заберут Роджера, но сам Boom сгорит. И даст этому Фениксу очень много денег. Можем соответствовать на том, что Викингов не важна эта игра, либо они просто не выспались. И возможно, ко второй игре мы увидим более яркое противостояние. Я прям краем глаза, когда ты эти слова произносишь, вижу, как Дима, Light of Heaven, влетает сюда в студию, сдирает, сметяя гарнитуру, и говорит, что это не повод. И говорит... Ммм? Да-да-да. Пасмит селедкой? Нет, нет, просто ммм. Да, ну, в таких ситуациях просто... Ну, когда ты типа что-то сказал, но он вежливо, вместо того, чтобы произносить тебя сразу, делает вид, что он не расслышан. Но Викинги, возможно, кстати, и возьмут стрелетку. Он дает тебе второй шанс в такой ситуации. И выиграют хотя бы две линии из трех. Возможно. По-моему, здесь, по-моему, следующий файт, где убили Вайпера. В итоге вроде неплохо, то есть там и РП будет неплохой, и Воид что-то делать. Но в итоге Воид за Хрона не может убить Оракла. Так Вайпера нет, Вайпер дает урон. Да-да. Ну, то есть и Огр не дал тебе Будлазу, то есть у тебя все не стакнулось. И в итоге, по-хорошему, им просто нужно было не принимать файт, то есть отдать Вайпера, отдать вышку, пойти в размен, подфармить слоты. То есть очень много брака было по ходу этой игры, где вот... Ну, знаешь, Огэ стайл, типа, если тракт началась, мы деремся, пока кто-то не кончится. Либо мы, либо противник. И здесь каждый раз кончились Викинги. Собственно, и последний файт они тоже могли не идти, они там сделали, типа, плохо подрались, потом уже... Кстати, поэтому это они за байбеков вывозили. Ну, потому что они плохо подрались, вернулись, хорошо подрались, все вроде бы здорово, и такие, типа, а, давайте все, влетаем до конца снова. То есть у них момент проблема, что они каждый раз не остановят, насколько противник много уже имеет, насколько у вас мало, и что ситуация может извиниться только при правильном проюзе ваших ультимейтов. И для этого нужны, а, ультимейты, б, правильный проюз. У них не было ни первого, ни второго. Им нужно для начала хотя бы лениво играть, потому что, когда ты берешь Огармага против Феникса Акса, и вообще, когда ты видишь драфт Нави, они могут отталкиваться только от Акса. А, ну, если у Акса будет все так себе, он не понаделает киллов, не сделает ФБ на этой линии, то играть Викингом будет гораздо проще. Ну, а что мы видим, на какой там, по-моему, на 15-й минуте Блинг появился вообще, если не раньше? Да раньше появился. Там была ПТ урна. Это первая, кстати, игра, где Акс купил ПТ на этой лиге. До этого все брали фейзы. Я тебе уверен. Какой вывод? Вы просто, нет, я не про это, я про то, какой вывод из этого следует. Так что вы можете позволить что угодно, эта линия настолько хорошо себя чувствует. А, вот как. Но урна, кстати, хороший предмет. Не, урна хорошо, вопрос в ПТ был. Когда ты ФБ делаешь в оффлейне, там урна must have. Посмотри на этого парня слева. Да, этот парень сразу... Ты обращаешь на него внимание, потому что его статистика подтверждает твою компетентность как шерифа. Очевидно. Набиваешь себе цену, да? Это хард-контракт. Я понял. После этой игры можно цену за него повыше? Можно, но давай из серии опускай пройдет. После серии, да. Потому что... Друг сейчас он сыграет 2 по 0,20 и как бы по домам. И как бы поделить на эту игру, сравнить и так далее. У нас был опыт повышения стоимости контракта после одной карты. По-моему, для бума. Это был джаж, когда он на фениксе бахал. Да? Возможно. Возможно. Видишь, там у него перечеркнуты, еще разочек, еще разочек. А это мы уже на следующий день повышали. Нет, Витюн хорош, и Нави хороши. Это было очень приятно с их позиции соценивать эту игру. Это было очень приятно. А викинги, не знаю, что сказать, могут себе позволить. Могут. Но надеюсь, что во второй они проявят, скажем так, дух борьбы, так называемый. И покажут, что они тоже в доту пришли играть для 8-1, а не 7-2. Хорошо бы. Если драфты посмотреть, они там вообще угорали что-то во время драфта. Селлер просто ушел. Селлер просто ушел, да. Не, кто знает, что с ними происходит сейчас. 8-1. У них не будет 8-1. У них и так два лужа. У нас еще будет 7-2, а может быть 6-3. Ты понял. Ну да. Да, у них 17-4, да, 6-3. Да, 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 все именно так. Собственно, это была первая карта. Как показалось, достаточно быстрая. Может быть, я уже просто к доте привык на этом турнире. Впрочем, как бы то ни было, друзья, если еще больше статистики по этой игре хотите, то заходите на Cybersport.ru и там эту статистику изучайте. А мы возьмем совсем небольшой перерыв. Все в соответствии с регламентами. И после этого вернемся и будем смотреть вторую карту. Куда же без нее. Субтитры сделал DimaTorzok